В 1917 году в России установилась советская власть. В Якутии власть находилась в руках учредительного собрания. В учредительное собрание входили партия СССР, объединенная партия большевиков и меньшевиков, и партия федералистов, это национальная якутская партия, которая численно превосходила все другие партии. В феврале 1918 года учредительным собранием и правительством региона была провозглашена независимость Якутии. В ответ на это, большевики требовали от правительства Якутии передать власть совету рабочих депутатов, в противном случае угрожая отправкой экспедиционного отряда. Правительство Якутии отказало требованиям большевиков. Центральный исполнительный комитет советов Сибири, Центросибирь, послал экспедиционный отряд, под командованием Рыбзинского, с целью помощи якутским большевикам, установить власть советов в Якутии. Основным костяком отряда, была польская добровольческая рота. Отряд выступил из Иркутска, на машинах, а когда это стало возможно по реке Лени. В Якутске, стали организовывать оборону, создав военный отряд во главе с капитаном Бонда Летовым. Однако, быстро созданный, и плохо вооруженный, без боеприпасов отряд, не мог противостоять хорошо вооруженным, и численно превосходящим красным. В июне отряд Рыбзинского, вошел в пределы Якутской области, и занял город Олегминск. Днем, 30 июня, по старому стилю, отряд Рыбзинского высадился в селе Табага и начал наступление на Якутск. Отряд Рыбзинского превосходил вооруженные силы, оборонявшие город. И состоялось 400 красноармейцев. Оборонявшие город насчитывали около 300 человек, из них основная сила Якутская областная милиция, из числа якутов-добровольцев. В вооружении у них одно зарядные берданы и пулеметы. Отряд Красной Армии был лучше вооружен. Все бойцы имели трехлинейные многозарядные винтовки, гранаты, по 250 патронов на одного бойца, в отряде было 6 пулеметов, 2 бомбомета. Но, оборонявшие город жители и милиции оказали ожесточенное сопротивление. Днем, 30 июня, началось наступление Красных. Отряды Красных, Гуллах и Одишария наступали на город с севера, по Мархинской дороге, на тюрьму. Отряд Красных Янковского наступал в сторону женской гимназии. Со стороны залога, на казначейство, наступал отряд Рыдзинского. Со стороны Сергея Ляхских дач, к Никольскому кладбищу, наступал отряд Красных, Стояновича. Отряд Дениша, к реальному училищу. Тюрьму и казначейство, отряд Красных, заняли без особых проблем. Оборонявшие задержали наступление Красных, около Преображенской церкви, и у женской гимназии, ныне здания епархиального управления Якутской и Ленской гипархии. На колокольне церкви, и на втором этаже гимназии, были установлены пулеметные точки, откуда оборонявшие огнем удерживали наступавших под берегом. Бой, длился около трех часов, примерно с 22 часов 30 июня, до 2 часов 1 июля. Особенно сильно сопротивлялись добровольцы демской милиции, в суматохе они не получили команду отступать, и якуты сражались до последнего. Из-за упорного сопротивления милиционеров, бой за город был продолжительным. Общие потери обеих сторон составили около 90 человек. Бой за Якутск, в июне 1918 года, стал первым в Якутии сражением открытого противостояния с Красными. Советская власть, продержалась 35 дней. И пала 5 августа 1918 года. Оборона города 30 июня 1918 года, стала первым кровавым событием в истории Гражданской войны Якутии. Для обеспечения красных отрядов всем необходимым, на богачей города Якутска, Селмарха, Маган, и Павловск была наложена контрибуция, в сумме 1500 рублей. Наряду с контрибуцией был наложен подоходный прогрессивный налог, в сумме 7000 рублей, на каждый двор для содержания, рабочей крестьянской армии. В Якутске, и Якутской области, было введено военное положение. Арестованы и посажены в тюрьму большинство членов областного совета и его сторонники. 7 июля 1918 года, в Вилюйске была провозглашена советская власть, Степаном Максимовичем Оржаковым. К концу июля, советская власть установилась в Вилюйских улусах. Представители Якутского совета, Исидор Никифорович Барахов, и Папов, наложили контрибуцию, на кулаков и купцов Вилюйска на сумму 200 тысяч рублей, и конфисковали товары. 3 августа 1918 года, Олег Минск, был занят отрядом поручика Гордеева. 5 августа принято решение, об эвакуации органов советской власти, и Красной гвардии на пароходе в Вилюйск, и красные выехали в Вилюйск. Советская власть просуществовала всего 35 дней. В августе, 21-го Якутск вновь был занят вернувшимися из Вилюйска, частями Красной гвардии. А на следующий день, 22 августа, прибывшим из Олег Минска отрядом поручика Гордеева, красные выбиты из Якутска. Часть красноармейцев арестовали, часть разбежалась по тайге. Члены исполкома совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, в том числе, такие как, Амосов Максим Кирович, уроженец наслега Хатырык, Намского улуса. Активный участник установления советской власти. С августа, 1923 года, по июль 1925 года, постоянный представитель ЯССР, в президиумов ЦИК в Москве. Позже был назначен первым секретарем, западно-казахстанского обкома ЦК ВКББ. Последнее место работы, первый секретарь, ЦК ВКББ Киргизии. Попал под репрессию. Приговорен к расстрелу, 28 июля, 1938 года. Платон Алексеевич Слепцов-Оюнский. Уроженец Оюн, Усовского наслега, Татинского улуса. Активный участник установления советской власти. Якутский, советский писатель, ученый-филолог. Кандидат, лингвистических наук. Член, правление совета писателей СССР. Нарком просвещения и здравоохранения Якутии. Попал под репрессию. Арестован 31 октября 1938 года. Умер в застенках НКВД, 31 октября 1939 года. Степан Максимович Оржаков. Уроженец города Вилюйска. Активный участник установления советской власти. Попал под репрессию. Приговорен к расстрелу 5 февраля 1939 года. Барахов Исидор Никифорович. Уроженец Харболыхского наслега, Верхневилюйского улуса. Активный участник установления советской власти. Работал первым секретарем Якутского обкома ВКББ, затем в аппарате ЦК, заведующим сектором, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Автор научных работ по экономике. Попал под репрессию. Приговорен к расстрелу 15 сентября 1939 года. И, другие 500 большевиков, были арестованы. Была, создана Следственная комиссия, по делам большевиков. В ноябре 1918 года, в России началась гражданская война, в Сибири установилась колчаковская власть. Правительство Колчака назначило управляющим Якутской областью Соловьева, опиравшегося на якутское земство. В марте 1919 года состоялось третье чрезвычайное областное земское собрание, и оно вновь избрало Василия Васильевича Никифорова-фюлемнер своим председателем. Соловьев, назначенный Колчаком губернатором Якутской областью, 7 апреля 1919 года выступил на уездном земском собрании, где сообщил о том, что, Верховный, дал согласие на образование в Якутии национальной дружины. Летом 1919 года Василий Васильевич Никифоров, как председатель областной земской управы, ездил в Омск на экономическое совещание, созванное Колчаком. Среди якутской молодежи возникла нелегальная организация «Юный коммунист», во главе с Ксенофонтовым, которая начала подготовку к восстанию. В декабре был создан штаб восстания, куда вошли и левые эссеры. 14 декабря вечером началось анти-Колчаковское восстание. К восставшим присоединились рабочие и учащаяся молодежь. Утром 15 декабря город был захвачен большевиками. В Олекминске, Вилюйский анти-Колчаковский переворот произошел в ночь на 19 декабря. Таким образом, первым колчаковская власть в Сибири была свергнута Якутией, задолго до поражения колчаковских армий. Так в 1919 году, 20 декабря, в Якутии установилась советская власть. После установления советской власти в Якутии, руководство ГУБ-бюро во главе с Лебедевым, Агеевым и Козловым стало проводить массовые репрессии. Лебедев был отправлен Центральным комитетом партии большевиков в Якутию и занимал должность секретаря партии в Якутии. Уроженец Тамбовской губернии. Знаменит своим указом расстрелять все население Якутии. Позже занимал высокие должности. Умер в преклонном возрасте, в 1975 году в Москве. Козлов также был отправлен Центральным комитетом партии большевиков и занимал должность командующего вооруженными силами в Якутии, а также занимал должность председателя Рев воен-трибунала. Уроженец Тамбовской губернии. Знаменит своим указом расстрелять каждого пятого в якутских селах. Сначала воевал на стороне белых, потом переметнулся красным. Позже занимал должность прокурора Днепропетровска. Умер также в преклонном возрасте, в 1960 году. Агеев занимал должность председателя ГУПЧК. Пытки, избиения и бессудные расстрелы ни в чем не повинных людей носили массовый характер. Председатель Рев воен-трибунала Козлов своим приказом от 2 января 1922 года распорядился расстрелять каждого пятого в якутских селах. По свидетельству очевидцев, в восточных улусах Якутии трупы расстрелянных людей выставляли в качестве указателей на дорогах. Лебедев, телеграмме, направленный СИП-бюро ЦКРКПБ, 7 марта 1922 года, когда начались выступления против произвола ГУП-бюро, отмечал, что подавление белых возможно при почти поголовном истреблении местного населения. В ответ на эти репрессии ГУП-бюро, 1921 году, начинаются массовые выступления населения. С появлением на востоке Якутской губернии, повстанческого отряда, штаб 5-й рабоче-крестьянской Красной армии, посылает хорошо оснащенный отряд Каратаева. Отряд состоял из закаленных в боях интернационалистов, поляков, венгров и русских. Начались боевые действия, сначала на территории усть-майского улуса, где повстанцы успели занять несколько населенных пунктов. В октябре, 20-го числа, 1921 года, разведка Красных под командованием Кузнецова из 25 бойцов попадает в засаду, устроенную повстанцами. Потеряв бойцов, Красные отступают к населенному пункту Чатыр. Повстанцам Красные при отступлении оставили пулемет Кольт. Отряд Каратаева, 24 октября, пытается выбить повстанцев с села Кюбцы. Но был разбит повстанцами и отступает в Петропавловск. В Петропавловске, он оставляет отряд под командованием Мирошниченко, а сам с головным отрядом уходит в сторону Амги. Повстанцы, занимают Петропавловск без боя. Отряд Красных, повстанцы разоружили. В 29 декабря, 1921 года, в Амгинском Улусе, отряд повстанцев, атаковал отряд чекистов, который находился в местности Ары, недалеко от Амги. Чекисты из Ары, отступили в Амгу, и при спешном отступлении, оставили повстанцам два подвода с боеприпасами. В этот же день, этот же отряд повстанцев начинает штурмовать Абагу, но красные отряды отбили атаку. 16 января 1922 года осажденные в Амге красные отправляют ударный отряд под командованием Карла Котруса, венгерского интернационалиста, для деблокады Амги. Отряд предпринял наступление в сторону Чакыра. Повстанцы прослеживали движение отряда. В местности Улаха-Налас состоялось сражение ударного отряда красных с повстанцами. В этом бою были убиты дворотных командиров красных Ябаров и Вахмяков. Потеряв 36 бойцов, ударный отряд отступил в Амгу. 17 января, возле села Мая, другой отряд повстанцев разгромил отряд Чон. Часть особого назначения, под командованием Сыровацкого. Сам Сыровацкий был убит. Этот карательный отряд, был отправлен из Якутска для разгрома повстанческих отрядов и помощи оказавшимся в окружении в Амге, красным отрядом. Отряд повстанцев, разгромивший отряд Чон, занимает село Мая. Повстанцы, 20 января занимают крупный населенный поселок Чуропча. За январь красные были вытеснены из всех заречных улусов, кроме села Амга. В Амгинском котле в окружении оказались крупные силы красных, собранные при отступлении из всех восточных улусов. В феврале, 20 числа, 1922 года, из Якутска, красные высылают отряд под командованием Крылова, в Кангаласский улус, в село Женькон, чтобы устроить акцию устрашения. В церкви села, собрали местных жителей и пытали. После пыток, 14 человек изрубили шашками. Оставшихся забрали с собой и расстреляли в городе Покровске. Весть о случившейся трагедии, распространилась по всему улусу, дальше по всей Якутии. В западно-конгаласском улусе, после этих событий, появляются 6 крупных повстанческих отрядов. По всей Якутии, начались боевые действия. В окружении оказались города, Якутск, Вилюйск, и село Амга, где были сосредоточены крупные вооруженные силы красных. Военно-майском районе руководил повстанцами Якут Ефимов, в нем участвовали повстанцы под руководством русского офицера, Корнета Коробейникова, численностью около 400 повстанцев. Повстанцами, было организовано Якутское областное управление, была создана Якутская повстанческая армия. Все вооруженные повстанческие отряды передавались под общее руководство Корнета Коробейникова. Созданный Коробейниковым Нельканский вооруженный отряд нанес значительные потери красноармейцам и чекистам красных отрядов. После занятия Петропавловской и Усть-Майи, повстанцы распространили боевые действия почти на все восточные улусы Якутского округа. На правом берегу реки Лена в Хабтагайском наследии, располагалась группировка общей численностью около 300 повстанцев, под командованием Семена Михайлова и Николаева. В Павловском участке располагалась группировка общей численностью 130 повстанцев. В Ярмонском участке располагалась группировка общей численностью 200 повстанцев. В Мархинском участке располагалась группировка общей численностью 300 повстанцев, под командованием Ильи Канина, жителя села Кильдемцы. В Маганском участке. 40 верст северо-западнее Якутска, располагалась группировка общей численностью 50 повстанцев. В Техтюрском участке располагалась группировка численностью около 200 повстанцев. Все эти повстанческие отряды осаждали Якутск. А также Амгинский участок. Амгу окружала группировка общей численностью до 400 повстанцев. В селе Чуропча, 2 марта 1922 года образовалось Временное Якутское областное народное управление, сокращенно ВОЯНУ, во главе с Георгием Семеновичем Ефимовым, председателем. Общее число повстанцев составляло до 5000 повстанцев, включая Вилюйские улусы. Состав Временного областного Якутского народного управления. Председатель правительства Ефимов Георгий Семенович. Уроженец Верхоянского улуса, Дулгалахского наслега. Имел высшее юридическое образование. В 1923 году эмигрировал в Японию, затем переехал в Маньчжурию. Петр Александрович Куликовский, уполномоченный представитель ВОЯНУ, в Китае. В Харбине вел переговоры с Пепеляевым. Уроженец Старорусского уезда, Новгородской губернии. За революционную деятельность был сослан в Якутию. Активно участвовал в общественной жизни Якутии. После взятия МГИ красными 2 марта 1923 года, покончил с собой. Василий Коробейников, военный министр. Уроженец села Хачук, Иркутской губернии. Позже эмигрировал в Китай. Жил в Харбине. Иван Афанасьев, заместитель председателя правительства. Уроженец Дюбсунского улуса. Имел высшее образование. После мятежа он федералистов отправлен в БУЛАК на 10 лет. Ачидев Срок, жил в Иркутске. В 1942 году, был убит. Афанасий, Иннокентьевич Говоров-Ленский, член правительства, уроженец Барагонского улуса. Имел высшее образование. После амнистии отправлен в Соловецкий лагерь «Дальнейшая судьба неизвестна». Сивцев Матвей Матвеевич, министр финансов. Уроженец Батурского улуса, наслег второй Дюхсун. Имел высшее образование. В 1923 году убит при ограблении, отрядом белого офицера, капитана Яныгина, обоза с Пушниной. Обоз, воянул с Пушниной, двигался с севера возле наслега Новое Устье, обоз был расстрелян и ограблен. Новгородов, министр отдела пропаганды. Уроженец Батурского улуса. Имел высшее образование, расстрелян в 1930 году. Азаров Михаил Дмитриевич, министр пилового обеспечения. Уроженец Намского улуса, наслег второй Хомустах. Имел высшее образование. В мирное время работал учителем в селе Тюнгюлю. Умер в лагере в 1938 году. Антипин Иван был уполномоченным представителем Бояну Вахоцки. Уроженец восточно-конголазского улуса, наслег вторая Нахара. Имел высшее образование. В мирное время был купцом второй гильдии, был официальным представителем компании Олаф Суэнсон, в России вместе с Кушнаревым. После вместе с Ксенофонтовым Константином Васильевичем иммигрировал в Японию. Член правительства Константин Васильевич Ксенофонтов уроженец западно-конголазского улуса, третий мальжигарский наслег. Имел высшее образование. С зятем Антипином иммигрировал в Японию, затем переехал в Соединенные Штаты. Новгородов Василий Иннокентьевич. Уроженец Верхо-Янского улуса. 1897 года рождения. Имел высшее образование, занимал должность начальника контрразведки. Иммигрировал в Японию. По амнистии возвратился на родину. После арестован и отправлен в лагерь. В 1941 году умер в лагере. Слепцов Петр Алексеевич, уроженец наслега Тарагай, Мигинского улуса, основатель Вояну. Рязанский Афанасий Петрович, член правительства, уроженец Амгинского улуса, свободно разговаривал по-английски и по-немецки. В Чурапче работала типография и открыто унтер-офицерское училище. В западно-конголазском улусе, в феврале 1922 года, после жиньконской резни образуются шесть отрядов. Первым отрядом из 120 бойцов, командовал Дмитриев Николай. Уроженец западно-конголазского улуса. Вторым отрядом командовал Старостин Егор Егорович Тахуруса. Уроженец восточно-конголазского улуса Нирюктайского наследа. Третьим отрядом командовал Кириллов Иван Генадьевич. Уроженец западно-конголазского улуса. 1906 года рождение тогда ему было 16 лет. Четвертым отрядом командовал Афанасьев Георгий Васильевич. Уроженец западно-конголазского улуса, Нимюбинского наследа. Пятым отрядом командовал Михайлов Семен Ильич. Кырсануола. Уроженец западно-конголазского улуса, Нимюбинского наследа. В мирное время работал учителем в восточно-конголазском улусе, в наследе Бятийдях. Шестым отрядом командовал Широких, Савва Александрович. Уроженец западно-конголазского улуса, Хахсыкского наследа. Все эти отряды подчинялись штабу Ленского отряда. Начальником штаба Ленского отряда был русский офицер Кадыков. Постоянные пьянства Кадыкова и чрезмерная жестокость к пленным и к своим, а также оскорбительные высказывания в адрес якутов, привели к конфликту с Дмитриевым. После очередной ссоры Кадыков приговорил Дмитриева к расстрелу. Узнав, что Кадыков приговорил его, Дмитриев срочно со своим отрядом выехал в Качикатце, чтобы арестовать Кадыкова. Но Кадыкова там не оказалось. Он срочно сбежал в штаб армии, которая находилась в Чуропче. Там, Дмитриев арестовал двух русских офицеров, все Петинова и Заднепровского и расстрелял. Затем Дмитриев отправился в тылу ему, Ломтуку, где находился штаб Ленского отряда и арестовал там всех русских офицеров и самого Суркова, заместителя начальника штаба Ленского отряда. И отправил в штаб армии ультиматум, в котором говорилось, что если в течение 40 часов не будет расстрелян Кадыков, то он расстреляет всех русских офицеров. В штабе армии Кадыкова тут же арестовали и расстреляли. Арестованных офицеров Дмитриев отпустил. На помощь осажденному Икутску был направлен из Иркутска крупный отряд Красной армии под командованием Нестора Каландарашвили. Отряд Каландарашвили состоял из 700 бойцов, за ним следовал 33-й отдельный дивизион ГПУ под командованием Ивана Мизина в количестве 300 бойцов. Так что в ведении Каландарашвили было более 1000 красноармейцев. Состоящую из 1000 бойцов армию по пути, не могли прокормить и дать ночевку маленькие села, и поэтому армию разделили на обозы. Армия была разделена на 10 обозов. В каждом обозе примерно от 80 до 300 красноармейцев. Обозы шли с разницей в 1, 2, 3 дня. Первым шел отряд Ивана Строда, за ним с разницей в 2 дня шел отряд широких Полянского. Затем также с разницей в 2 дня шел отряд Каландарашвили, и весь штаб 2-го северного отряда Красной армии, и личная охрана Каландарашвили. Последним шел обоз дивизиона ГПУ. 6 марта 1922 года недалеко от села Тихтюр по дороге в город Якутск, повстанцы устроили засаду на 3-й обоз, где находился сам Каландарашвили Виштаб. Как только весь эшелон втянулся в Хахсовскую протоку, из засады началась стрельба. В тот кровавый день был убит весь штаб 2-го северного отряда Красной армии и личная охрана Каландарашвили. Установленное количество убитых, в тот трагический день, 100 красноармейцев, включая самого Каландарашвили. О нападавших, по архивным данным, насчитывалось 120 повстанцев. Повстанцы, после обстрелов, спокойно собрали пулеметы, винтовки, боеприпасы и ушли через реку, в восточную сторону. Всех бойцов, командиров штаба, а также самого Каландарашвили, 2-го апреля 1922 года похоронили в городе Якутске. Позже останки вывезли и перезахоронили в городе Иркутске. Нестор Каландаришвили. Национальность друзин. С февраля по июль 1918 года командовал отрядами войск Центросибири. В 1920 году в составе ДВР участвовал в сражениях с атаманом Семеновым, где проявил себя как храбрый и грамотный командир. В узком ущелье штаб отряда попал в засаду, организованную отрядом Якута Семена Михайлова и русского офицера Николаева, и был расстрелян. В командовании Красных состоялось совещание о защите остальных обозов, приближающихся к Якутску. Решили из Якутска отправить отряд под командованием Ивана Строда, чтобы обезопасить движение Красных отрядов. Отряд до Бестяха шесть раз попадает в засаду. В результате засад, Красные потеряли много бойцов. А у повстанцев потерь не было. С такой тактикой боев Красные столкнулись впервые. Строд решил хорошо изучить тактику повстанцев. Повстанцы для засады огневые точки располагали возле опушки леса, чтобы после обстрелов под прикрытием леса легко отступить. Изучив все хитрости засадной войны, Строд предпринял меры, которые впоследствии привели к успешным боевым действиям против повстанцев. Строд разделял отряд на части. Сначала шла разведка, с двух сторон вдоль дороги, не выходя на открытые местности. Затем через некоторое время, основной отряд. Строд отправил посыльных в Покровск, Тихтюр, Титары, пребывающим обозам о необходимости быть готовым к нападениям повстанцев. В Якутск начали пребывать последние обозы каландрышвелевцев. Проехав поселок Титары, последний обоз дивизиона ГПУ, состоящий из 300 красноармейцев, попадает в засаду. И отступив, Титары укрепляется в селе. Повстанцы, под командованием Дмитриева, не стали штурмовать село, так как намного уступали в численности. Численность отряда Дмитриева составляла не более 120 бойцов, а дивизион ГПУ – 300 хорошо вооруженных чекистов. В Титары дивизион ГПУ, отправив посыльных, стал ждать подмоги из Якутска. И через несколько дней на подмогу прибывает отряд Строда. Повстанцы, узнав о приближении еще одного отряда красных, отступают. С прибытием каландрышвелевцев в Якутск, в городе скапливается огромное количество войск, которых буквально негде было разместить. Так как каландрышвелевцы горели желанием отомстить за гибель своего командира, первой точкой для удара, красные выбрали дом Егорова, где находились повстанцы, которые устроили засаду на каландрышвеле. Дом Егорова находился напротив табаги через реку Лена, на окраине поселка Хаптагай. По агентурным сведениям Красных, там располагалась группа из ста повстанцев. Для проведения этой операции, красные выделили четыре эскадрона, на привычных к глубоким снегам якутских лошадях, под общим командованием Строда. Эскадроны вышли из города вечером, после начала комендантского часа. Чтобы повстанцы заранее не узнали о движении многочисленной кавалерии. Во время, комендантского часа жителям города запрещалось ходить по городу, и выходить из города. Эскадроны тихо покинули город и в 12 часам ночи прибыли в табагу. Отдохнули, нашли проводника, и выступили в 3 часа ночи. Внезапной атакой воспользовавшись темнотой они оказались у первой линии обороны повстанцев. Когда, повстанцы на второй линии обороны открыли огонь, красноармейцы уже рубили повстанцев на первой линии обороны. И быстро заняли линию обороны, спешились и начали перестрелку со второй линии обороны. Красным подвезли пулеметы. Под пулеметным огнем, повстанцы на второй линии не могли даже высунуться. Повстанцы, которые находились в доме, отступили в сторону села Ламтука. После продолжительного боя, остатки повстанцев сложили оружие. Несмотря на огромные потери при штурме дома Егорова, эта первая победа вдохновила Красную армию. 11 марта 1922 года из Иркутска, на помощь осажденному Якутску был отправлен отряд Байкалова. Чтобы обезопасить движение отряда, было решено отправить отряд на бронированных пароходах по реке. Карл Карлович Байкалов. Настоящая фамилия Никунде. Национальность латыш. 7 сентября 1937 года Байкалов был репрессирован и осужден на 10 лет. В сентябре 1941 года срок заключения сократили до 5 лет. В 1946 году, после освобождения, вернулся в Якутию. Умер 8 августа 1950 года в селе Мааруксуола Мегина Конголасского района ЯАССР. В апреле 1922 года в местности Хары Ялах возле Тулагина, отряд Красных, которыми командовал Пшенников, произвел расправу над местным населением. Население было расстреляно, а до массы жены. В ответ на эти действия, начинаются восстания в северных от Якутско-Улусах. Образовывается северная группа войск Якутской народной армии. Эта группа действовала на современных трех Улусах, Намском, Кобяйском и Усть-Алданском. В северную группу входили несколько отрядов. Первым отрядом командовал Аросин, Петр Иванович, Хайикой. Уроженец Батурского Улуса, первого и гидейского наследа. Отбывал срок в Соловецком лагере. На свободу вышел в 1953 году и стал писателем, журналистом. Но в следующем, после освобождения, 1954 году, умер. Вторым отрядом командовал Семенов из Байаган Тайского Улуса. Семенов Гаврил Леонидович. Уроженец Байаган Тайского Улуса, наслега Баяга. Имел высшее образование. В мирное время работал директором школы в Байаге и Крест-Халджае. В боях за Никульцы был тяжело ранен. Отбывал срок в лагере. Третьим отрядом командовал Илья Канин. Илья Филиппович Канин, уроженец села Тулагина. В 1928 году был расстрелян. После ряда боев они оттеснили красные отряды с севера вплоть до Якутска. Общая численность северной группы, была от 1000 до 1100 бойцов. В оперативном совещании, красными было принято решение первый удар нанести по северной группе войск якутской народной армии. Строт был назначен командующим красными отрядами. В марте 1922 года, отряды начали выдвигаться в пригородный поселок Марху, затем к месту расположения отряда повстанцев в заимке Тайона Эверстова в Тулагина. Это заимка крупного землевладельца Николая Тимофеевича Эверстова. Там располагалась группировка, под командованием Гаврила Семенова. В плане операции большое место отводилось горному орудию, которые в этом краю применялись впервые и должны были произвести сильное моральное воздействие на противника. Отряды красных были разделены на четыре эскадрона. Строт, во главе одного из эскадронов поставил Дорофея Александровича Иванова, а другим эскадроном командовал венгерский интернационалист Имрайковач, с которым Строт вместе прошел всю гражданскую войну в Забайкалье и Амурской области. Сам же Строт атаковал заимку с остальными двумя эскадронами при двух орудиях. Обходная группа красных, которая должна была обойти позиции повстанцев, в адийском наследии попала в засаду. В сражении погибли два командира эскадронов Иванов Дорофей и Имрайковач. В течение нескольких атак на заимку, красные потеряли многих красноармейцев. Тогда Строт решил обстрелять издалека артиллерии. В ходе продолжительных боев с применением артиллерии заимка была сожжена красными, но никто не вышел. После того, как все выгорело, красные обнаружили в погребе тела повстанцев. Не желая сдаться в плен, они покончили с собой. Так как они израсходовали все патроны, каждый перерезал себе горло. Сколько их там было нигде не описано. В некоторых документах пишется, что были пленные, но это были женщины и дети, которые оказались в окружении и были выведены из заимки в начале боя. И еще Строт в своих мемуарах пишет, что некоторые повстанцы в первую ночь вырвались из окружения и покинули заимку. По размеру здания, можно предположить, что их было там не более 50 человек. Точная численность попавших в окружение повстанцев на заимке до сих пор неизвестна. Это были местные крестьяне, во главе с местным учителем Гавриилом Семеновым, уроженцем Тулагина. После боя погибших красноармейцев свезли в пригородный поселок Марха, и траурные обстановки похоронили на безымянном кургане. Из-за огромных потерь и сломленного морального состояния красноармейцев, дальнейшее наступление было остановлено, и отряды вернулись в Якутск. В Вилюйских Улусах действовала западная группа войск повстанцев. Отряды штабс-ротмистра Семена Канина и унтер-офицера Конана Никифорова прибыли в Вилюйский Улус еще в феврале. Общее количество обеих отрядов составляло 400 бойцов. Семен Канин, брат Ильи Канина. Уроженец села Тулагина. Никифоров Конан Христофорович. Уроженец села Усть-Мая. В Сунтарском Улусе, отряд Петра Павлова, в количестве от 250 до 300 бойцов, успешно противостоял красным отрядам. Уроженец села Мыик, Хачинского Улуса. В Вилюйских Улусах, красные отряды в основном базировались в Вилюйске. Это 80-й дивизион ГПУ и еще 33-я рота под командованием Виляева, и красные отряды Снитко, Новгородова и Кириллова. Главной задачей повстанцев было, захват Вилюйска, и в дальнейшем соединиться с группой Павлова, и выйти к реке Лена в районе Олегминска, и Мухтуи, и захватить Иркутско-Якутский тракт, и Ленский водный путь, и тем самым они должны были препятствовать продвижению красных армий в сторону Якутска. В начале апреля 1922 года, в Вилюйском Улусе, повстанцами был разбит красный отряд под командованием Виляева, под Бала Гатча. 18 апреля 1922 года, повстанческий отряд Конана Никифорова, окружает село Хампа. К нему присоединяется отряд Дмитрия Сметанина, который прибыл 18 апреля, из Средневилюйского Улуса, ныне Кобяйского. Сметанин Дмитрий Семенович. Уроженец наследа Чачи, Средневилюйского Улуса, ныне Кобяйский Улус. На подмогу окруженным в Хампе красным, из Вилюйска отправляют отряд, под командованием Снитко. Тем временем повстанцы захватывают Хампу. Снитко, узнав, что повстанцы захватили село, останавливается возле озера Туэйкёль и отправляет посыльного в Вилюйск с просьбой отправить еще отряд для подмоги. В Вилюйске красный и наспех собирают отряд из учеников старших классов и сотрудников ОГПУ, под командованием Шатаева, и отправляют неподготовленный отряд на помощь Снитко. Но под Хохачоем, отряд был разгромлен отрядом повстанцев, которые были отправлены Никифоровым и Сметанином, так как они преследовали отряд Снитко, они отправили небольшой отряд. Сведений о разгроме отряда Снитко нет. Он, вероятно, успешно возвратился в Вилюйск. Повстанцы под командованием Семена Канина и Конана Никифорова 22 апреля 1922 года, постепенно начинают окружать город Вилюйск. Канин, 23 апреля, по телефону предлагал красным сдать город, но красные отказали. В ночь с 25 по 26 апреля, повстанцы пошли на штурм города. Бой, длился 6 часов, в результате упорных боев, красным удалось отразить атаку. В Сунтарском улусе 25 апреля красный отряд Пястяпова, штурмом взял Сунтары. Затем Пястяпов двинулся в сторону Хачо. Повстанческие отряды Никифорова и Канина подступают к Сунтары. Отряды красных без боя оставили Сунтары и отошли в сторону Вилюйска. 8 мая 1922 года повстанцы занимают Сунтары. В середине апреля 1922 года, командование повстанцев, решают закрыть Амгу в плотное кольцо окружения. Для этого надо было захватить укрепленное село Чапчалган. Повстанцы начали атаку 19 апреля. В ходе ожесточенных боев повстанцам не удалось взять село. Второй штурм начался 21 апреля. Потеряв много бойцов, повстанцы снова отступили. Третий штурм начался 22 апреля, но опять были отбиты. Четвертый штурм начался 24 апреля. Бой длился 7 часов. Повстанцы так и не смогли взять село. Потери повстанцев при четырех штурмах села оказались огромными. Штурм села больше не предпринималось. В апреле 22 числа 1922 года, по реке на бронированных пароходах Байкалов прибыл в Якутск. Прибытие хорошо вооруженного, закаленного в боях отряда, насчитывавшего свыше 400 человек и с опытным командным составом переломило соотношение военных сил в пользу красных. Сразу по прибытию в Якутск, Байкалов сведомо Широких Полянского и Савлука арестовал партийное руководство Якутии. Широких Полянский не раз конфликтовал с партийным руководством Якутии, еще до приезда Байкалова из-за террора, который устроило партийное руководство. Сразу же было арестовано партийное руководство Якутии и отправлены в Иркутск для разбирательств секретарь ГУК-бюро Лебедев, командующий вооруженными силами Якутии и председатель Лев воен-трибунала Козлов и председатель ГУК Чека Агеев. Новое руководство ГУК-бюро во главе с Исидором Бараховым, Сергеем Юлиевичем Широких Полянским, Бертином стало сочетать военные действия с буманным отношением к населению. Также Байкалов освободил военнопленных и политзаключенных, военнопленные и политзаключенные состояли в основном из якутской интеллигенции, состоящей в партии федералистов, которые боролись за автономию Якутии. Перед освобождением с каждым Байкалов вел собеседование. Из штаба Красной Армии в городе Омск, помглавкома Николай Николаевич Пейтин, приказал 5-й армии организовать отправку на помощь Красным еще дополнительных воинских частей в Якутию. Позже, в 1937 году, Пейтин, занимающий должность командующего инженерными войсками, также попал под репрессию. Арестован и расстрелян 7 октября 1937 года, были также арестованы и расстреляны два сына Николая Петина. В начале апреля, в Москве пребывал глава повстанческого движения Якутии председатель Временного якутского народного управления Ефимов Георгий Семенович. Нет никаких сведений, с какой целью он поехал в Москву, видимо, были переговоры с представителями советской власти. Во время его пребывания в Москве, 27 апреля 1922 года, Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, сокращенно в ЦИК, принял постановление об учреждении Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, сокращенно и АССР. Но вся территория Якутии была под контролем повстанцев, кроме Якутска, Вилюйска и Амги, так что, вся подконтрольная повстанцам территория объявлялась Якутской Автономной Советской Республикой. Республика была образована на территории Якутской области без района Нижней Тунгуски и Бодайбо, которые вошли в состав Керенского уезда Иркутской губернии, а также без восточных территорий, включая порты Охотской Айян, Уцкого края и другие приморские территории. В апреле 28 числа 1922 года, Байкалов отправляет отряд Егорова, на помощь окруженным в селе Амга, Красным. Широких Полянский попросился отправиться комиссаром в отряде Егорова. Сергей Юлиевич Широких Полянский. Родился 18 июля 1898 года, в поселке Ушмунский, Логинской станицы, Забайкальской области в семье казака. Сводный экспедиционный отряд под общим командованием начальника штаба войск ЯССР, Егорова, 28 апреля 1922 года выступил из Якутска. Широких Полянский настоял на личном выезде в Амгу в качестве военного комиссара отряда. В помощь ему были прикреплены 20 коммунистов из числа якутов с тем, чтобы они вели на родном языке агитацию о советской власти и политике партии. 5 мая 1922 года в местности Туоро-Тумул, Амгинского улуса был смертельно ранен повстанцем. Потом, обращаясь к Егорову и Жарных, отдал последний приказ. Захваченному мятежнику рассказать нашу большевистскую правду, накормите, отдайте мой кесет, а потом отпустите домой. Весть о благородстве красного командира мгновенно разнеслась по всей Якутии и резко поменяла настроение народа. На обратном пути этого же отряда из Амги в Якутск их встречали приветливо, стараясь оказать любую помощь, более того предупреждали, где повстанцы могут установить засаду. Сергей Юльевич Широких Полянский похоронен в селе Амга, ему тогда было всего 24 года. Этот поступок Широких Полянского способствовал затуханию повстанчества. Летом 1922 года, уполномоченные Временного Якутского народного управления, сокращенно ВОЯНУ, Никифоров Гавриил Васильевич и Петр Куликовский обратились за военной помощью к правительству Миркуловых. Но высшие генералы отказали в поддержке. Никифоров Гавриил Васильевич, российский предприниматель, купец первой гильдии. Уроженец тылы Минского наследа восточно-конголазского улуса, ныне Медина-конголазский улус. Отец Гавриила Васильевича, Василий Сергеевич Никифоров Мания Тах, был одним из трех сыновей богача Сергея Туакая. Якутскую пушнину, он продавал не только на аукционах Парижа, Лондона, но и Токио и Сан-Франциско. Также у Никифорова был магазин в Канаде. И поставлял оттуда трактора в Якутию. А также то, что в 1911 году он первым привез в Якутск машину Форд, и провел ее испытания на Зеленом Лугу. Исследователи особо отмечают меценатскую и благотворительную деятельность Гавриила Васильевича. На его средства были построены несколько школ. В 1916 году вместе с Барашковым и Артамоновым вложил средства в строительство двухэтажного пансионата в Якутске для детей из неимущих семей. Имел в Харбине магазины. В эмиграции он жил с сыном Анатолием и зятем Кузьминым, который был его ближайшим помощником. Позже Никифоров переехал в Японию. От первого брака у него было три дочери и пять сыновей, также приемные дочь и сын. После 1945 года следы его теряются. Петр Александрович Куликовский. Уроженец Новгородской губернии. За революционную деятельность был сослан в Якутию. С марта 1922 года по март 1923 года председатель Временного Якутского областного народного управления. Активно участвовал в политической и общественной жизни Якутии. Осенью 1921 года примкнул к антибольшевистскому движению в Якутии. Прибывая во Владивостоке и Харбине убеждал Преамурское областное правительство и генерала Пепеляева поддержать восставших. В марте 1922 года Куликовский был утвержден в должностях управляющего Якутской областью, а также председателя Временного Якутского областного народного управления. После взятия АМГИ красными покончил с собой. С 10 июня по 14 июня из Иркутска в Якутск на пароходах прибыли новые части 5-й армии, 226-й Петроградский стрелковый полк, командир Соколов. Седьмой СИП отряд особого назначения, командир Савицкий. Телеграфно-строительный батальон, командир Знаменский. Ленская речная флотилия из пяти, оборудованных броневыми щитами, грузовых пароходов, комендант флотилии Ляшкевич, и 230-й стрелковый полк, командир Липия ГОФ, а также дивидион войск ДПУ. Общая численность прибывших воинских частей 2500 бойцов. Также из Иркутска они привезли 12 артиллерийских орудий и 115 пулеметов. В Якутске Красная армия насчитывала уже 6000 красноармейцев. В Верхоянском Улусе, братья Семен Новгородов и Павел Новгородов, в начале 1922 года организуют повстанческие отряды. И полностью вытеснили красных с Верхоянска. И взяли под контроль весь северо-восток Якутии. Но к лету туда начинают проникать белогвардейские отряды Бочкарева и Яныгина. Отряды белогвардейцев начинают грабить обозы с пушниной, отправленных с северных Улусов, для Якутской народной армии. Семен и Павел начинают бои с белыми. Отряды бочкаревских офицеров, Шулепова, Деревянного, Хаппелина и Масюкова и других офицеров, захватывают Аймекон. На помощь братьям прибывает отряд Семена Канина. Отряды белогвардейцев, узнав об этом без боя, отступают в сторону Средниколынска. Но братья настигают два отряда белых. И, в местечке Истаха полностью разбивают отряд поручика Масюкова, а отряд капитана Хаппелина, успел уйти. На юге, красные сосредоточили свои силы. Они планировали одним ударом уничтожить южную группировку повстанцев, для деблокады Якутска. Для осуществления этой операции, они должны были выбить повстанцев из села Техтюр. Обороной Техтюра руководил Дмитриев. Отряд именовался как авангардная группа Ленского отряда, Южной группы. Отряд Дмитриева сформировался после Жамконской редни из местных крестьян. И состоял из 100-120 повстанцев. Для штурма Техтюра, красными были подтянуты 400 бойцов, из 226-го Петроградского полка рабочей крестьянской Красной армии с двумя горными орудиями. И превосходили противников четыре раза. Повстанцами были выкупаны траншеи и окопы вокруг села. После продолжительного артиллерийского обстрела, 9 июня, красные пошли на первый штурм. В ходе ожесточенных боев, красные отряды понесли огромные потери и отступили. В первом штурме были убиты сразу двое ротных командиров красных, Романченко и Крылов. После первого неудавшегося штурма красные начали обстрел села горными орудиями до 11 июня с перерывами. Для повторного штурма из Якутска были подтянуты свежие силы. И полностью окружили село. В итоге вокруг Техтюра красные собрали почти тысячу красноармейцев. Теперь уже красные превосходили противников 10 раз. Чтобы не дать отдыха повстанцам, во время перерыва артиллерийских бомбардировок, действовали разведотряды, которые вели активные перестрелки с повстанцами, не предпринимая атак. Под вечер 10 июня, отряд Дмитриева предпринял попытку вырваться из окружения, оставив для прикрытия, небольшой отряд смертников. Отряд с небольшими перестрелками, воспользовавшись темнотой, вышел из окружения. Утром 11 июня началось второе наступление красных. В ходе непродолжительного боя красные заняли село. Чтобы не попасть в плен повстанцы подрывали себя гранатами, некоторые застрелились. Итог штурма Техтюра. Потери по данным красных, 70 бойцов только убитых, а потери повстанцев убитых и раненых 20 бойцов. В основном это были смертники и убитые, и раненые в ходе артиллерийских обстрелов. Для деблокады Якутска, красные решили ударить по северной группе войск повстанцев, укрепившихся в селе Никольском. Никольское сражение вошло в историю Якутии, как самое кровавое сражение. Прежде всего, по количеству убитых с обеих сторон красных и повстанцев указываются разные данные, от 400 до 1000 убитых. По данным красных, численность повстанцев составляла от 1000 до 1500 бойцов. А красные, более 3000 красноармейцев. Повстанцы, хорошо подготовили оборону, были вырыты траншеи вокруг села, но красные, намного превосходили в численности и были подтянуты много артиллерийских орудий. Днем 21 июня началась операция по раздрому Никольского плацдарма повстанцев. В ходе артиллерийской бомбардировки были уничтожены все укрепления повстанцев. После артподготовки началось наступление, батальон 226 полка, во взаимодействии с 230-м стрелковым полком, также с дивидионом ГПУ, и вместе с местными красноармейцами двинулись к укреплениям повстанцев. Началось отступление повстанцев в сторону села Крест-Кытыл. Но их там ждала засада, и многие повстанцы, погибли в бою. Некоторые повстанцы и местные жители пытались на лодках переплыть реку, но их обстреляли с берега. По воспоминаниям участника тех боев, Сивцева, бывшего красноармейца, разведка повстанцев проморгала обход нашей кавалерии. Так как обход производился заранее, и по удаленной от Никольцев, местности. Повстанцы, отступившие в Крест-Кытыл, начали укрепляться в селе, но Михаил Азаров и другие начальники повстанцев отговорили их, чтобы не поставить местных жителей под удар красных, как это произошло в Никольцах, где жителей села изрубили шашками. Повстанцы решили оставить Крест-Кытыл и отступить. На западе в Вилюйских Улусах, после апрельских провалов, красные успешно обороняли Вилюйск, а повстанческие отряды теснили их со всех сторон. Из Вилюйска красные предпринимали несколько попыток прорыва, но безуспешно. Отряд Конана Никифорова, соединившись с сунтарскими повстанцами блокировали Нюргу. После одной попытки штурма, с 16 по 22 июня, повстанцы вели перестрелки с отрядом красноармейцев, осевших в Нюрбе. Из Якутска на помощь Вилюйску и Нюрбе был отправлен по реке на пароходах, отряд Строда с пушками и пятью пулеметами. С прибытием новых частей Красной Армии, начиная с 1 по 8 июля, начинаются ожесточенные бои. Но в силу того, что у постанцев заканчивались боеприпасы, они не могли противостоять хорошо вооруженным красным отрядам. Отряды Канина и Говорова в боях с отрядом Строда и Вилюйскими красными отрядами понесли огромные потери и были почти разгромлены. Остатки группы Канина и Говорова прорвались на север. Отряд Никифорова, блокировавший Нюрбу, узнав о разгроме отряда Канина, снял осаду Нюрбы и ушел на север. С ликвидацией северной группы повстанцев, красные бросили все свои силы против южной группы Павлова. Отряд Павлова упорно сопротивлялся красным отрядам. В западно-конголасском Улусе, после боев за тех Тюр, красные для борьбы против южной группировки усиливают свои силы на 600 солдат из 7-го сводного отряда и разведчиков 103-й бригады под общим командованием Советского. 2 июля 1922 года, отряд Дмитриева устроил засаду на Советского, при выходе из Улахана. В ходе трехчасового боя, красные отбились от повстанцев. Сам Советский не пострадал. В ночь с 10 по 11 июля 1922 года отряд Дмитриева, предпринял новую операцию против красных. Штурмом взяли село Улахханан. В ходе штурма красный отряд был уничтожен. Затем, прихватив трофейные винтовки, пулеметы и боеприпасы, снова ушли в лес. Отрядом повстанцев 22 июля снова был атакован тех Тюр. В июне в Алекминский Улус были отправлены два небольших отряда повстанцев, под командованием Алексеева, Ють Тюруола и отряд Васильева. Алексеев Николай Иванович, уроженец Батурского, ныне Амгинского Улуса, второго Чакырского наслега. Они должны были собрать вокруг Алекминска крупный отряд партизан и при помощи повстанцев Вилюйского округа взять под контроль город Алекминск, тем самым контролировать речной проход Иркутск-Якутск. Таким образом повстанцы надеялись контролировать реку, чтобы красным частям в Якутии не поступало подкреплений, которые красные часто перебрасывали с Иркутска в Якутск. Они вели активную агитацию среди местных жителей. Им удалось собрать всего несколько десятков якутов и ивенков, затем захватили село Олбуд на Чаре. Узнав о захвате села Олбуд, красные сформировали штаб, для борьбы против них им руководил Зарукин. Собрав отряд, красные попытались отбить село, но встретили ожесточенное сопротивление со стороны повстанцев и после первого штурма, так и ничего не добившись вернулись обратно в Алекминск. Повстанцы Алексеева, отбив атаку, предприняли контрудар и заняли село Усть-Чара. А красные начали укрепляться в селе Троицк. Отряды красных Зарукина и Коробко соединились в один отряд. После захвата двух сел, повстанцы объединили все свои силы для дальнейшего наступления на Алекминск. Но наступать не решились, по сведениям разведки повстанцев, там осела хорошо вооруженная 5-я рота, 230-го стрелкового полка, под командованием Гладкова. И предприняли рейд в деревню Алекминское, потом на Усть-Чаринское. В Алекминском, красные отбили налет, но в Усть-Чаринском повстанцы разбили местный гарнизон и захватили село. В начале августа 1922 года, повстанцы Алексеева захватили село Бирюк. Затем предпринимают наступление в Нирюктяи. Нирюктяи обороняли отряд красных, под командованием Маркова и части 5-й роты, 230-го стрелкового полка под командованием Гладкова. В ходе ожесточенного боя, красные отбили атаку. Так как повстанцев было мало, они не могли взять село в окружении и решили вести активную перестрелку. Четыре дня повстанцы упорно бились за село. В ходе боев за село, был убит красный командир Гладков. Повстанцы так и не сумели захватить село. Красным из Алекминска, прибыл отряд Чон, и повстанцы отступили в сторону Бирюка. В западно-конголасском Улусе неизвестными, был убит известный командир Ленского отряда Николай Дмитриев. Из штаба армии для разбирательств по делу об убийстве Дмитриева, приезжают высшее начальство во главе с Семеном Михайловым. Результаты разбирательств неизвестны. В западно-конголасском Улусе, 12 августа отряд повстанцев, под командованием Афанасьева, атаковали с трех сторон село Синск. Исходу занимают Синск. Потеряв многих бойцов, красные разбегаются кто куда, командир гарнизона застрелился. Это была последняя операция повстанцев западно-конголасского Улуса против красных. Георгий Васильевич Афанасьев, уроженец западного или восточного канголасского Улуса. 17 августа после объявления амнистии, большинство якутских повстанцев вышли из леса и сдали оружие. Последние непримиримые повстанцы, после долгих переговоров с правительством республики, сложили оружие в середине сентября 1922 года. Так, в сентябре повстанцы вернулись к мирной жизни. После амнистии антисоветские настроения населения поутихли. Началось затухание повстанчества. Бои вели лишь отдельные партизанские отряды. В результате переговоров между генералом Пепеляевым и представителями Временного областного якутского народного управления, генерал Пепеляев согласился выступить на стороне Временного областного якутского народного управления. Пепеляев Анатолий Николаевич, генерал-лейтенант. Уроженец города Томск. Один из самых молодых генералов в истории России. В 27 лет он стал генералом. В боях с Красными, его армия была самой боеспособной. При взятии Перми, его армией было взято в плен 20 тысяч красноармейцев, которых по приказу Пепеляева отпустили по домам. Солдаты называли его сибирским Суворовым, а генералы и высшие офицеры называли его мужеским генералом. В течение своей долгой службы, по его приказу не был расстрелян никто. После конфликтов с Колчаком и атаманом Семеновым, он перебрался в китайский город Харбин, где мирно жил со своей семьей. Конфликт с Колчаком произошел из-за сдачи Колчаком Омска, а с атаманом Семеновым из-за сотрудничества Семенова с японцами. В Харбине он работал плотником, грузчиком. Сотрудничество Пепеляеву предлагали и красные, и белые. Но генерал ни на что не соглашался. В своем дневнике Пепеляев писал, «Я хочу добра и счастья народу, хочу, чтобы русский народ был добрый, мирный, но сильный и могучий народ. Я верю в Бога, верю в призвание России». Сибирская дружина была сформирована по просьбе и на средства Временного Якутского областного народного управления. В снаряжении и вооружении дружины принимали участие якутские купцы и эмигранты, Петр Кушнарев, Гаврил Васильевич Никифоров, Попов и другие. В дружину брали только тех, которые не участвовали в кровавых расправах над пленными, и по отношению к населению вели себя доброжелательно. В первую очередь в дружину не брали казаков Семенова и Калмыкова, и других, которые участвовали в грабежах и разбоях в отношении местного населения. Не брали как палачей трудового народа. Отряд выступил под бело-зеленым сибирским знаменем. И обращались они между собой брат-генерал, брат-полковник, брат-капитан и т.д. К 15 августа 1922 года закончилось формирование сибирской добровольческой дружины. Набрали к тому времени 650 человек, из них 300 офицеры. Пепеляев мог собрать втрое больше добровольцев, но многим было отказано. Ждали пароходов, чтобы отправиться на далекую северную окраину России. Наконец, к концу августа, пароходы, батарея и «Защитник», приняв на свой борт первую группу сибирской добровольческой дружины, всего 533 добровольца, под начальством генерала Пепеляева, погрузив припасы и продовольствие, в ночь с 29 на 30 августа покинули Владивосток, направляясь в порт Аян. А через три недели, 21 сентября, на пароходе, Томск, туда же в порт Аян направилась и вторая часть сибирской добровольческой дружины, 187 добровольцев, под общей командой генерала Вишневского. Первый эшелон сибирской добровольческой дружины прибыл в порт Аян 8 сентября 1922 года, 2-й, 1 октября того же года. В период высадки в порт Аяне, Нилькан был занят красными, и якутская армия была почти разгромлена и рассеяна по всей Якутии. Отряд якутов, со своим командующим корнетом Коробейниковым, с остатками в количестве до 200 человек, отступил в Аян. Кроме отряда Коробейникова, в этом же районе был еще партизанский отряд поручика Рязанского, в количестве 50 человек. Рязанский Аскли Феодот Афанасьевич. Уроженец третьего чакорского наслега, Батурского улуса. Свободно разговаривал на немецком и английском. Позже эмигрировал в Китай. Жил в Шанхае, там стал крупным журналистом, освещал вопросы политики, экономики, культуры на английском языке. Жена Елизавета была из Никольско-Уссурийского. У них было два сына. С началом войны между Японией и Китаем, перебрались в Гонконг. В Гонконге имел судоходную компанию, затем переехали в Австралию, там тоже занимался морскими грузоперевозками. Отряд полковника Андерса, 9 сентября, выйдя на разведку из порта Аян, в сторону Нилькана, пройдя 8 верст, встретился с отступающим в Аян, отрядом из 120 якутов, из Якутской народной армии, под командованием подполковника Овечкина. Среди них были три русских офицера. В штабе 5-й Красной армии знали о передвижении сибирской добровольческой дружины. И поэтому отрядам, которые преследовали отступающие повстанческие отряды, приказал отступить к Якутску, один отряд находился в Аллах-Юне, а другой под командованием Ивана Карпеля, в Нилькане. Отряд Пепеляева, выделенный для захвата Нилькана, подошел к поселку 27 сентября. И атаковали Нилькан с нескольких направлений. Заняв Нилькан, они оказались в пустом и голодном поселке, они очутились, как в западне. По реке двигаться было ни на чем, так как Красный отряд во главе с командиром Карпелем, прихватив, со складов запасы продовольствия уплыли на двух боржах и на моторной лодке в сторону Петропавловска. Пеший поход к тому же был затруднен из-за начавшегося осеннего бездорога. В это время всякое сообщение с Аяном прекращалось месяца на полтора, до первого зимнего пути. Эвенки, согласились до подхода транспорта из Аяна снабжать дружину мясом. Пепеляев выехал в Аян. За неделю он собрал и отправил в Нилькан транспорт в сорок оленьих нарт. 5 декабря Пепеляев выехал обратно в Нилькан. Туда же в скором времени выступил со сводным отрядом и генерал Вишневский. С генералом Вишневским прибыло еще 187 добровольцев. Одно из обращений генерала Пепеляева к народу, был выпущен ряд воззваний к населению Якутской области. Братья, якуты, русские, эвенки и другие национальности по вашей просьбе, переданной через ваших представителей и уполномоченных, в Аян прибыл отряд добровольцев, сибирская добровольческая дружина. Эта дружина состоит из людей, которые бросили свой труд, свои семьи для того, чтобы помочь вам в борьбе с кровавым режимом. Мы пришли не навязывать свою волю, свою власть, мы только помогаем вам освободить родной край, где по освобождении Якутска соберется областное народное собрание, куда вы сами изберете своих представителей, которые и установят такой порядок в области, какой хочет все население. Мы же, люди военные, пойдем дальше в родную нам Сибирь, чтобы и там помочь населению освободиться от власти коммунистов. Кто может, сами становитесь в ряды народной добровольческой дружины, которая находится уже в Нилькане и Кромкино. Только тесно, соединившись друг с другом, помогая нам, вы добьетесь свободной, мирной жизни. 3 октября 1922 года, командующий Сибирской добровольческой дружиной генерал, лейтенант Пепеляев. Составлено обращение к народу, по поводу вступления на территорию Якутской автономной советской социалистической республики, генерала Пепеляева, Революционным комитетом и Советом народных комиссаров была выпущена особая декларация следующего содержания. Революционный комитет ЯССР вознаменование про возглашение автономии своим манифестом от 22 апреля 1922 года и постановления Меревкома и Совнаркома, и военного командования от 18 августа 1922 года полностью амнистировал всех повстанцев, сдавшихся советской власти. Этот шаг революционных органов советской власти, встретил радостный отклик во всех слоях населения. Народы республики и лучшая часть якутской интеллигенции решительно и твердо заявила о своей поддержке и признании советской власти. Со всем рвением и старанием она принялась за строительство автономной Якутии. Население вернулось к мирному труду и с удвоенной энергией приступило к налаживанию своего разрушенного хозяйства. Однако, заклятые враги якутского народа, отбросы российской контрреволюции, при косвенной поддержке империалистов, снова пытаются протянуть свои окровавленные лапы на молодую, еще не окрепшую Якутскую республику. Враг уже вступил на территорию ЯССР. Армия генерала Пепеляева представляют из себя выгнанные из Приморья, силами народно-революционной армии, разбитые остатки прежней Колчаковской армии, теперь Миркуловской, и всей Приморской контрреволюции. Они, заклятые враги всех трудящихся масс и якутской нации. Цели и задания их ясны. Они идут разгромить и уничтожить Якутскую автономную социалистическую советскую республику, поработить якутский народ и разграбить богатство нашего края. Борьба, которая предстоит с ними, есть борьба на жизнь или смерть якутской нации, борьба за существование автономной Якутии. Поэтому все, кто примкнет к белогвардейским бандам генерала Пепеляева, будут объявлены врагами якутского народа и понесут должную кару со стороны советской власти. Революционный комитет и Совет народных комиссаров ЯССР обращается с призывом ко всему населению ЯССР сплотиться вокруг знамени советской власти и одним фронтом выступить против наступающего врага якутской нации. Ко всей якутской национальной интеллигенции, проявить особую энергию и силу в обороне ЯССР и призвать свой народ на защиту автономной Якутии. Ко всем амнистированным повстанцам, обманам вовлеченным на борьбу с советской властью, стать на защиту ЯССР, вооружиться и, вместе с Красной армией, повести беспощадную борьбу с разбойничьими бандами генерала Пепеляева. Призываем якутов, тунгусов, Якутская республика ждет вашей поддержки, придите на помощь Красным войскам. Революционный комитет и Совет народных комиссаров ЯССР заявляет всему населению Якутии, что, начинается борьба с взорвавшимися врагами якутского народа. На эту декларацию генерал Пепеляев дал следующий ответ. Совету народных комиссаров ЯССР, командующему советскими войсками в Якутской области, Байкалову, начальнику Петропавловского гарнизона Дмитриеву. Отвечаю вам на декларацию Совета народных комиссаров ЯССР от 14 октября 1922 года. Мы, добровольцы сибирской добровольческой дружины, пришли в область не грабить и убивать мирных жителей, не разорять край, как пишете вы в своей декларации, мы пришли по зову уполномоченных якутского населения. Нас призвали уполномоченные помочь народу, восставшему против коммунистического режима, за свободу и независимость, призвали нас не допустить разгрома и уничтожения мирного населения. Мы, не господа, как пишете вы, среди нас, ишинские, тобольские, инисейские, иркутские, приморские крестьяне, среди нас старые солдаты и офицеры, еще в германскую войну боровшиеся за честь и целость России. Почти каждый из нас израненный боец, не раз глядевший в глаза смерти, и, конечно, не ради личной выгоды, наживы и шкурных интересов пришли мы на новые лишения в этот глухой, холодный и далекий край. Мы не наймиты каких-либо иностранцев, с презрением отвергаем эту клевету. Мы русские воины, готовые биться вместе с русским народом против всякого внешнего врага. Мы не участники семеновских и меркуловских авантюр. Мы, мирно трудились в полосе отчуждения, но мы не могли оставаться праздными зрителями народных страданий, и когда представители народа позвали нас, мы бросили все и снова взялись за оружие, чтобы помочь населению в борьбе за свободное устройство своей жизни. Вы, говорите о восстановлении страны, но разве можно восстановить мирную, нормальную жизнь, подгоняя всех под коммунистические ранки, и разве можно наладить хозяйство, отбирая у населения все, до последней нитки? Вы, разграбили крестьянство, расстрелами и чрезвычайками, вы разогнали интеллигенцию, а когда не вынес шеи ваших порядков население восстает, и борется, вы совершаете жестокую расправу с ним, разве мы не знаем, как жестоко вы вели расправу с барнаулскими, ишинскими, табульскими, инисейскими, и иркутскими крестьянами, сколько тысяч их убито? Сколько цветущих сел Сибири обращено в развалины? Так и в Якутской области, выдали автономию, чтоб народ мог установить власть, и в то же время, послали войска усмирить народное движение и снова подчинить всех коммунистам. Мы же пришли помочь народу и сами подчинимся выбранной им власти и будем оберегать народную власть от всяких врагов. Не надо диктатур красной и белой, довольна крови, пора спросить народ, как он хочет жить, если действительно вы хотите восстановление страны, созовите учредительное собрание, пусть сам народ выберет себе власть, в которой он верит. С радостью подчинимся мы этой власти, и будем верными ее слугами. Пока вы не откажетесь от диктатуры коммунистической партии, не восстановить вам страны, вы должны будете вести войну со своим народом. С твердой верой в правоту нашего дела, с горячей любовью к народу, с братским призывом ко всем любящим народ свой, идем мы к себе на родину. Ни мести, ни расстрелов не несем мы. Мы несем свободу и мирное сотрудничество всех слоев и классов населения. Откажитесь от вашей диктатуры, дайте народу высказать свою волю и кончится братоубийственная война и не будет ни красных, ни белых, а единый, свободный народ. Пока этого нет, народ будет против вас и мы с народом, против коммунистов. От имени сибирской добровольческой дружины, генерал, лейтенант Пепеляев. После разгрома повстанцев под Якутском, временное Якутское областное народное управление, перебралось в Охоцк. В Аяне войск было меньше. Сюда прибыл из-под Якутска корнет корабейников и с ним около 300 повстанцев и отряд поручика Рязанского. Сибирская дружина состояла из 720 человек, из них 372 офицеры, многие из Харбина. Среди высших офицеров, выступивших вместе с Анатолием Пепеляевым, были генерал-майор Ракитин. Ракитин Василий Александрович. Российский военно-начальник, генерал-майор, уроженец уфимской губернии, участник Первой мировой войны и Гражданской войны. После поражения под Охоцком 7 июня 1923 года застрелился. Жена и сын генерала Ракитина, жили в то время, в Харбине. Похоронен в Охоцке. Генерал-майор Вишневский Евгений Кондратьевич. Российский военно-начальник, генерал-майор, уроженец Брест-Литовска. Происходил из дворян. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны, Георгиевский кавалер. Позже эмигрировал в Китай, в Харбин, затем в 1945 году был депортирован в СССР. И попал под репрессию. А также полковник Рейнгард, уроженец города, Юрьев Лифлянской губернии, по национальности немец. Женат, имел двух детей. Семья находилась в Харбине. И полковники Худояров, Андерс Александр Карлович, Суров, Петерс, Александр, Леонов, Сивко, Самойлов, Цефловский, Киселев, Захаров, Сифулин, Толкачев и Долгов и Ерохин. И подполковники Мальцев, Александров, Катаев, Максимов, Кулешов и другие. Сибирская добровольческая дружина была разделена на две группы. Группа, генерал-майора Ракитина должна была выступить с порта Охотск, по Охотскому тракту, а группа во главе с самим генерал-лейтенантом Пепеляевым по Аянскому тракту. Эвенки передали дружине 300 оленей, для быстрой переброски войск в сторону Якутска. В октябре, 25 числа 1922 года Красная Армия заняла Владивосток. Отряды белых на пароходах уплыли в Китай, завершилась гражданская война. В Средневилюйский Улус, сейчас Кобяйский Улус прибывают отряды Конана Никифорова и Дмитрия Сметанина. Пытаясь восполнить фуражировку отряда, Никифоров начинает собирать у местного населения коней и продукты питания. Местные жители обращаются с жалобой Дмитрию Сметанину на Никифорова. Сметанин потребовал от Никифорова прекратить насильственную фуражировку. В ходе ссоры с Сметанином, Конан Никифоров был расстрелян подчиненными Сметанина. Правительство ЯАССР под руководством Барахова и Байкалова начали формирование отряда Чонг из комсомольцев и коммунистов, отдельную якутскую национальную роту из красных партизан, и начало формирование добровольческого отряда из числа бывших повстанцев, численностью 130 человек под командованием Сивцева. Начальником штаба назначен Иван Карпель, свободно владеющий якутским языком, комиссарами Максим Амосов и Сафронов. Аюнский, в октябре-ноябре 1922 года лично выезжал в Амгинский, Мегино-Кангаласский, Татинский и Чурабчинский улусы для организации сбора средств для красноармейцев и для агитации населения, поддержать советскую власть в войне с сибирской дружиной. В Мяндигинском наследии, о рылахе Амгинского улуса Платон Аюнский признал факт сожжения 5 ноября отрядом красных Курашова около 10 домов, амбаров и коровников местных жителей, тем не менее он призвал жителей поддержать советскую власть. Отряды красных сжигали дома и хозяйственные постройки, чтобы лишить сибирскую дружину базы. 11 декабря 1922 года в местечке Суордах, произошло сражение между отрядом красных под командованием Овечкина и отрядом повстанцев под командованием Михаила Артемьева. Это между Амгой и Петропавловском. Повстанцами красный отряд был разгромлен. Для прикрытия отхода красные оставили пулеметчика. Овечкин с несколькими уцелевшими бойцами отступил в Петропавловск. Отряд Михаила Артемьева 20 декабря 1922 года второй раз разгромил красных. Разведка красных доложила штабу, что отряд якутов-повстанцев во главе с Артемьевым ушли от ноторы и переправились на правой двери колдана в 25 верстах от Петропавловска. Для ликвидации повстанцев штаб посылает отряд. Отрядом руководил овчинников. Отряд медленно, обходя открытые местности, разведывая каждую речушку прибыл на место стоянки повстанцев. Но повстанцев там не оказалось. Разведка красных обнаружила в 500 метрах небольшой дом. Туда и отправились красные, но попали в засаду. Потеряв многих убитыми, красные отступили, а повстанцы не стали преследовать их, а собрав с убитых боеприпасы и винтовки скрылись. Скорее всего у повстанцев не было крупных сил, чтобы преследовать противника. У повстанцев потерь не было, а красные потеряли 30 бойцов. По Охотскому тракту первым с 20 якутами выступил Худояров, а по Аянскому тракту первым тоже с 20 якутами разведка, под командованием полковника Сурова. Авангард сибирской добровольческой дружины подошел к Петропавловску, с 11 по 16 декабря, красные части Петропавловского гарнизона два раза предпринимали наступление против третьей роты партизанского отряда полковника Сурова, но оба раза неудачно, другой авангард сибирской добровольческой дружины находился в пути к Усть-Аиму и Усть-Милле. В Усть-Милле генерал Пепеляев провел собрание с местными жителями. Сведения разведки сибирской дружины о повстанческих отрядах Якутской народной армии и передвижении красных отрядов в Якутии. Отряд Артемьева Михаила Константиновича, в количестве приблизительно 200 повстанцев, действовало в Амгинском и Восточно-Кангаласском улусах. Отряд Елисея Сосолятина, в количестве 70 повстанцев, действовало также, в Амгинском улусе. Отряд Неустроева Ивана Ивановича. В 20 верстах, западу от Усть-Амилле. К северу от Алданского улуса, отряд Волкова, в количестве около 200 повстанцев, с двумя пулеметами Шоша. В 75 верстах севернее Усть-Майского, отряд Дьячковского, в количестве 60 повстанцев. На тракте Амгинская, Усть-Майская действует отряд Ануфриева, в количестве 40 повстанцев. О Михайлове сведения подтверждаются, его отряд действует в районе села Покровск, к югу от Якутска. Численность отряда не установлена. Но не менее 300 повстанцев, бывший 3-й дивизион Ленского отряда. По последним сведениям, к нему якобы подошел из района Усть-Чарское, которое находится в 30 верстах восточнее Олегминска, отряд в 110 повстанцев. С 1 июня по август Михайловым взято у красных 150 винтовок, два пулемета и одно артиллерийское орудие Мак-Лена. В Олегминском Улусе действует отряд Алексеева, в количестве 150 повстанцев. В конце августа на Вилюйск, красными был послан на пароходе отряд, который вернулся, потеряв половину состава. Расположение красных. Подтверждается, что силы красных в Якутской области не превышают 3000 красноармейцев, причем в самом Якутске находится от 2000 до 2500 красноармейцев при орудиях и пулеметах. В Верхо-Янско-Килимском направлении экспедиция из Якутска не отправлялась. Усть-Майское направление, Амгинский район. В конце сентября из Якутска прибыло подкрепление, 150 красноармейцев с двумя пулеметами Максим. Усть-Майский район. С отступившим из Нилькана, красным отрядом в этом районе находятся 250-300 красноармейцев при двух пулеметах. В середине июля для ликвидации партизанских отрядов по Алдану был выслан пароход рабочий, который около реки Иеликан, наскочил на камень и затонул. Пароход имел артиллерийское орудие и два пулемета. При пароходе был оставлен караул в 30 красноармейцев, остальные люди вернулись в Усть-Майское. Охотское направление. По сведениям от августа месяца, до конца сентября сведений о движении красных отрядов не было. Сибирская дружина двигалась двумя группами, с Охотска генерал-майор Райкитин, с Аяна генерал-лейтенант Пепеляев. В Охотске, группе Ракитина, присоединились до 200 якутов. С этим отрядом они выступили на запад, но точно так же, как Пепеляев в Нилькане, из-за отсутствия оленей и осенней распутицы на два месяца застряли в тайге, на бездействующей телеграфной станции Арка в двух сотнях верст от побережья. В ноябре, красный батальон из Аллах-Юня отступил в село Чуропча. А красный отряд с Нилькана отступил в Петропавловск. По приказу командующего войсками ЯССР Карла Байкалова, навстречу Пепеляеву для вручения письма председателя Ревкома ЯССР и Сидора Барахова, от 14 декабря 1922 года, был отправлен отряд Ивана Строда, численностью 40 красноармейцев. В письме гарантировалась при сдаче на милость советской власти, амнистия всем дружинникам и право выезда на любое место жительства. Отряд Строда вышел из Амги 22 декабря, в направлении Усть-Миль, где Строд оставил письмо правительства Якутии генералу Пепеляеву и вернулся в Петропавловск. В письме было сообщено о падении Владивостока и установлении советской власти, о чем Пепеляев узнал еще ранее. Разведка из 20 якутов под командованием полковника Худоярова оказалась далеко впереди. В поселке Крест-Хальджай он встретился с прибывшим со имя Конского улуса, отрядом Петра Оросина, который присоединился к нему. Оросин Петр Иванович, уроженец первого и бедойского наслега, баяган тайского, ныне Татинского улуса, был арестован в 1928 году и заключен в Соловецкий лагерь, выходит на свободу в 1953 году и умирает в следующем 1954 году. Объединенный отряд составил всего 80 бойцов. В Чурапче находился отряд красных под командованием Ефима Курашова и батальон отступивший Салах Юне. В этом районе и появился отряд полковника Худоярова и неожиданным ударом захватил деревню Татта. В 70 верстах от Татты в Нижней Амге находился еще один отряд красных под командованием Самсонова. Из Татты, полковник позвонил в Нижнюю Амгу Красным. Между ними состоялся такой разговор. Здравствуйте, товарищ Самсонов, штабу срочно нужны некоторые сведения, сообщите сколько в отряде человек, сколько пулеметов, как обстоят дела со снабжением отряда и каково моральное состояние бойцов. Кто со мной говорит, спросил Самсонов, не получив ответа он продолжил, во-первых, просимые вами данные о численности и вооружении штабу хорошо известны, во-вторых, если вы из штаба должны знать, что сведения открытым текстом не передаются, сообщите свою фамилию, и я вам сообщу все необходимое шифром. Самсонов стал догадываться, что разговаривает с чужим человеком. Товарищ командир, обращается телеграфист, это говорят не из чуропчи, тут что-то неладное, это говорят из Татты, а кто говорит, черт его знает. Позовите Татту, сказал телеграфисту Самсонов. Товарищ, кто там у вас дурака валяет, разве не понимаете обстановка военная, и за это влетит по первое число, скажите кто говорил со мной и кто у телефона. Говорит Татта, у телефона сотрудник штаба, только что прибывший из чуропчи, фамилию мою вы не знаете, так как несколько человек нас прибыло из Иркутска для укомплектования штабов в Якутске и в Чуропче, меня Байкалов откомандировал в Чуропчу, вам идет подкрепление, сейчас же сообщите запрошенные сведения. Самсонов понял, что в Татте случилось что-то неладное, и у него обманным путем хотят выведать данные об отряде. Я вижу, что ты просто бандюк, сказал Самсонов. Я, не бандюк, а полковник Худояров, банда это вы большевики. После разговора полковник решил оставить Татту и отошел в деревню Уолба, чтобы там укрепиться. Неожиданное появление отряда Худоярова около чуропчи, встревожило красных, оттуда по местным масштабам до Якутска было рукой подать. В Якутске началась паника, красные никак не ожидали такой быстрой переброски войск, тем более в 50-ти градусные морозы. Встревоженный Байкалов послал тамошнего уроженца Сафронова Алампу, поручив ему донести до земляков обещание амнистии всем повстанцам Якутам, ставшим под знамена Пепеляева. Сафронов Анимпадист Иванович, уроженец первого жохсагонского наслега, Батурского улуса. Известный якутский, поэт и прозаик, общественный деятель, в 1927 году арестован, приговорен к пяти годам заключения в Соловецком лагере, потом по вмешательству видного советского деятеля Емельяна Ярославского, заключение было заменено ссылкой на пять лет, в Архангельской губернии. Сопровождали его, и были гарантами брат Байкалова, жарных Некунды, и сын Байкалова, 18-летний Матвей. На лесной дороге, возле Улубы, они встретили якутов Худоярова. Отряд Худоярова, заметив делегацию, рассыпался в цепь по обеим сторонам дороги и подпустив окружил их. Они узнали Сафронова, и встретили приветливо. Сафронова Худояров сразу отпустил, а Жарных и Байкалова-младшего, сгоряча арестовал, но потом отпустил в Якутск, вернув даже маузеры. Когда при захвате Татты, ему достались документы уполномоченного АГПУ, в том числе список агентов из населения, он охарактеризовал этих людей, как потерявших общественную совесть людей. В своем приказе повелел им в одно дневный срок выехать в Якутск. Полковник грозил ослушникам военно-полевым судом, но и здешний резидент АГПУ, родной брат председателя Яцик Платона Айунского, и его улусная агентура даже и не думали никуда уезжать, а спокойно жили с отрядом Худоярова. А Худояров перестал обращать внимание на них. В связи с появлением отряда Худоярова, Азолю и Моторину, красным командирам было приказано немедленно выступить против отряда Худоярова. И на помощь им была отправлена из Чуропчи 10 января конная разведка из 35 сабель под командованием Вихарева. В 20 верстах западу от Чуропчи Вихарев встретил роту Азоля. В количестве 100 бойцов, рота Азоля присоединился к Вихареву. Объединенные отряды двинулись в Уолбу, к вечеру они подошли в Уолбу и начали наступление на позиции Худоярова, но были отбиты. Но потом начали вторую атаку, но безрезультатно. Отправили гонцов в Чуропчу с просьбой отправить подкрепление. Через два дня прибыла рота Моторина в количестве 50 штыков привезла скорострельную пушку. На утро после артобстрела снова пошли на штурм и снова безрезультатно. Снова в Чуропчу были отправлены посыльные с просьбой отправить подкрепление, и трехдюймовое орудие, но такого орудия в Чуропче не оказалось. Из Чуропчи, в Вихареву было приказано отойти в Татту, и красные отступили в Татту. В отряде Худоярова было всего 80 бойцов, орудия не было, были вооружены только винтовками. Худояров, разослал агитаторов вербовать добровольцев, по соседним селам, но запись шла туго, за все время в отряд вступило всего 10 человек. Ждали отряд Ракитина. Разведка дружины, под руководством полковника Худоярова установила контакты с партизанскими отрядами Артемьева, Сосолятина, Алексеева, Волкова и другими. От партизан стало известно о дислокации частей Красной Армии. В Якутске, были расквартированы арт-дивизион. Отряд Чон, конный дивизион ГПУ и комендантская команда под командованием Карла Байкалова. Отряд красных партизан Ефима Курошова, с двумя орудиями и несколькими пулеметами, в селе Чуропча. Отряд Ивана Строда и база снабжения в селе Петропавловский. Отряд Николая Суторихина в Слободе Амга. Через эту Слободу, занимающую центральное положение, осуществлялась связь между разбросанными по Якутии частями красноармейцев. Здесь Пепеляев решил нанести внезапный удар, с которого планировалось начать наступление на Якутск вместе с охотским отрядом генерал-майора Ракитина. В январе, красные начали операцию, по уничтожению повстанческих отрядов, между Амгой и Усть-Май. По мемуарам Строда, для этой операции, красные разделили отряд на две части, первая часть отряда должна была выманить отряды повстанцев на переговоры об амнистии, а второй отряд, когда повстанцы выйдут из леса, неожиданно напасть на повстанцев и разгромить. Повстанцы узнали планы красных и начали свою операцию по разгрому этих отрядов. 14 января, когда первый отряд ждал повстанцев у села, повстанцы неожиданно напали на второй отряд и разгромили, красные разбежались по лесу. А когда, остатки второго отряда добрались до села, и сообщили о разгроме отряда, красные отступили в Амгу. Дневник генерала Вишневского. 16 января, перешли вниз по реке Ляки 25 верст. Отряд и палатки прибыли на ночлег в 6 часов вечера. Температура минус 34, по реке тянул небольшой ветерок, было очень холодно. Люди очень устали, и сам я едва дополз. В палатке тепло лежим на оленьях и медвежьих шкурах, и пьем чай. Сейчас будем обедать, еда вкусная и сытная, мясо оленья по полтора фунта на человека. Обычно обедаем по утрам, перед походом, по приходе на ночлег, едим пельмени или котлеты, заготовленные еще гнельками, и замороженные. Настроение у всех у нас бодрое, веселое, больных нет. 17 января, переход 12 верст, при температуре минус 33, гивуак в лесу на берегу реки Ляки, движение очень медленное, но по расписанию. Олени совершенно не идут, нарты ломаются, обоз перегружен. 18 января, температура минус 36, крещенские морозы. В 12 часов дня, равномерно распределили груз на нартах. Сейчас станем обедать, обычно обедаем в 9 часов утра, едим сытно и вкусно, наш Захаров из оленьего мяса стряпает отличную кашицу. По приходе на ночлег, мясо с кашей. В 22 января, движение по-прежнему медленное, не по расписанию. Подъехал Галли Баров, ответственный от Вояну за обеспечение продуктами, зимним обмундированием и обеспечением транспортом. Принимает меры к урегулированию движения. Вчера переход 24 версты, ночевали в 6 верстах от станции Тарковская. Температура стабильная, по риамеру минус 36, по Цельсию минус 45. По реке Мая тянуло ветерком, что значительно усиливало холод. По приходе на Бивуак, с трудом установили палатку, перемерзли, а потому ночью спали, не снимая шуб. Сегодня 24 января, ночлег в 7 верстах от Устьяима. В 25 января, температура в эти дни повысилась, минус 29-30. В 26 января. Переход 13 верст. С реки Маи, не доходя одной версты до Устьяима, свернули на юго-запад, перешли речку Челаха, и дальше шли лесом. В температура с утра минус 20, настали теплые дни. В дохе жарко, а потому предпочел идти в шинели. Из Амги, на Усть-Миль красными выслан отряд в 40 человек. По Амге распространяли слухи, что отряд выслан с мирными предложениями к генералу Пепеляеву, но при встрече с нашими дозорами, мирная делегация, бросив одну нарту и несколько лошадей, бежала. В другой отряд такой же силы, вышел из Петропавловска, был бой с партизанами Артемьева, в результате боя красные отступили, потеряв убитыми 10 человек и одного раненого. В 30 января, мороз усиливается, переход 22 версты. Ночлег на станке Чабда. В 31 января, температура минус 32. На облегченных нартах я, Леонов, Васикин, и доктор ехали рысью 28 верст. Подъехали к величественному Алдану, остановку на час сделали на левом берегу реки Алдана, в домике Эвенко Захарова, я ему дал немного табаку. Вдальше поехали на лошадях 15 верст, и заночевали в довольно благоустроенном домике. Хозяин Трифонов, два его сына убиты в прошлом году, в бою с красными. Трифоновы очень гостеприимны, положительно нас закормили, сейчас же по приезду предложили чаю с блинчиками, жареное мясо, и строганину, а через час ужин, из огромного куска вареного мяса и супа. Утром завтрак, и через некоторое время обед. У меня аппетит волчий, а так как хозяйка могла обидеться, если не есть, то я свою порцию съедал полностью. Сибирская дружина действовала решительно и дерзко, красная армия, никак не ожидала удара в районе, где морозы в декабре достигли минус 50 градусов и более. Сибирская дружина заняла села Усть-Майя и Усть-Миль. Для взятия сильно укрепленной слободы Амги, 22 января 1923 года, был послан из Усть-Миля отряд полковника Рейнгарта. Силой до 400 бойцов при двух пулеметах. Отряд прошел за шесть суток расстояния более чем в 200 километров, и в ночь на 2 февраля штурмовал Амгу с трех сторон при поддержке партизанского отряда полковника Сурова. Отряд полковника Сурова, состоял из якутов, присоединившихся к сибирской дружине. Внезапная и дерзкая атака во весь рост с винтовками наперевес решила исход боя. Отряд Рейнгарта, потерял в этом бою убитыми 22 человека. И захватил 13 пулеметов, 150 винтовок, много патронов, гранат и 60 человек пленных. 7 февраля сюда прибыл и сам генерал Кипеляев. Падение Амги открывало ему дорогу на Якутск, где было объявлено военное положение, спешно возводились укрепления и куда срочно стягивались остальные красные части. В Якутии, Красная армия превосходила сибирскую дружину в численности в 4 раза. Имел много артиллерийских орудий, а у дружины не было ни одного артиллерийского орудия. Но дружина превосходила красных, в мобильности и разведке, и была четко информирована о передвижениях красных отрядов. Местное население встречало дружину хорошо, помогали чем могли. Весть о том, что дружина хорошо относится к населению, не забирает силой, то что им нужно, а рассчитывается, шла впереди дружины. Строд и командир Петропавловского гарнизона Дмитриев, решили оставить Петропавловск. Отряд Строда и гарнизон Петропавловска, под командованием Краскома Дмитриева, в количестве около 300 красноармейцев, с обозом примерно из 150 подвод при 4 тяжелых пулеметах и нескольких пулеметах Шаша, двинулись в сторону АМГИ. Командовать объединенными отрядами красноармейцы доверили Строду, как опытному командиру, участвовавшему во многих сражениях с повстанцами, а начальником штаба стал Дмитриев. Началось движение крупного красного отряда в тылу дружины. 13 февраля в 11 часов 1-й батальон полковника Сурова и 2-я рота сводного батальона в количестве 180 бойцов под командованием генерала Вишневского срочно выступил из АМГИ, с приказом занять село Булгунехтах, что в 25 верстах от АМГИ, до прихода отряда Строда и остановить продвижение отряда Красных. В 6 часов вечера они заняли село, а к 11 часам подошел отряд Красных и не доходя двух верст, свернул на Амгинскую дорогу и заночевал в деревне Сосыл-Сысы, находящийся в трех верстах, от занимаемой Вишневским деревней. Вишневский решил напасть на них с западной стороны, где лес находится ближе к деревне. В 6 часов утра отряды Вишневского атаковали противника, удалось ворваться в деревню только с юго-западной стороны. В 8 часов утра, видя бесполезность атаки, генерал приказал своим отступить и отошел в деревню Табалах, который находился в пяти верстах южнее Сосыл-Сысы. В ходе внезапной атаки, Красным был нанесен большой урон, главным образом в конском составе, и таким образом отряд был не в состоянии двигаться дальше. Был ранен строт, и многие красноармейцы. 14-го вечером в Табалах прибыл командующий дружиной и 2-й и 4-й батальоны и кавалерийский дивизион, 1-й батальон и партизанский отряд Михаила Артемьева. Задолго до взятия Амги Рейнгардом, рядом с отрядом Пепеляева маневрировал посланный Байкаловым отряд Наррев Дота, народно-революционного добровольческого отряда, сформированного из якутских интеллигентов и бывших амнистированных повстанцев. В нем насчитывалось более 200 человек во главе с бывшим полевым командиром Михайловым. Семен Михайлович Михайлов, уроженец наслега Чимайки, восточно-конголасского улуса, бывший начальник штаба Якутской народной армии. Начальником штаба Наррев Дота был Иван Карпель, свободно разговаривающий на якутском языке. Штаб и политотдел Наррев Дота находились в Якутске, а экспедиционная часть стояла на реке Амга, в 50 верстах выше села Амга. В якутске Никифоров Кюлемниур уверял представителей советской власти, что Пепеляев хотел прямо из усть-миля идти на Якутск, но обнаружив, что этот путь занят Наррев Дотом, изменил маршрут. У Пепеляева плана выйти в обход Амги не было, а Наррев Дот готовился не к столкновению с Пепеляевым, а не принимать участие в боевых действиях. Михайлов знал, что Рейнгард идет к Амге, и не сделал даже попытки помочь его гарнизону, а как только полковник Рейнгард захватил Амгу, он послал туда парламентеров. После долгих переговоров, рассказывал Пепеляев, они согласились присоединиться к нам, но только не сейчас, а ближе к Якутску. На деле это означало, что окончательное решение Михайлов примет, не раньше, чем определится победитель, а до тех пор каждая из сторон должна числить его в своем стане. Пепеляев был уверен, что Наррев Дот не придет на помощь красному отряду в Сосыл-Сысы, но в целом якутская интеллигенция не оправдала его ожиданий, он обвинял его в двуличии, предательстве интересов народа, не понимая на какой тонкой грани балансируют Якуты, зная все жестокости красного террора, и зная, что в целом война уже проиграна. В Якутске начали распространяться слухи о генерале Пепеляеве, говорят о его благородстве, о его правдивых письмах, которые он послал властям Якутии. Сам Байкалов признавал, вот что он писал, наши мещанские барышни в городе, уже слышали шпоры белых офицеров. Скомпрометировать Пепеляева поручили вычужанину, который прибыл с Пепеляевым и перебежал к красным. Напечатали в газете его рассказ, что пепеляевцы, как стая бродячих собак, высадившись на портах Якутии, спрашивая, где тут золотые россыпи и шкуры соболей. Он писал, что якобы Пепеляев согласился возглавить экспедицию, получив от Куликовского 30 тысяч золотом. Пропаганда шла своим чередом, а подготовка к войне своим. Призывали добровольцев, собирали валенки, мобилизовывали лошадей, запасали фураж. Особой активностью в пожертвованиях отличились мархинские скопцы, которые усердно поддерживали большевиков. Хорошо зарекомендовавшему себя при организации Наррев Дота, Карпелю, поручили создать отряды чонг, под ружье ставили всех, вплоть до подростков. Собрали даже мусульманы, создали из них отряд, сформировали отряд из мадьяр. В газете, раздел «Уголовная хроника», целиком состояло из сообщений о кражах дров, рукавиц, шапок, торбосов, меховых одеял и мороженой рыбы. В обнищавшем от реквизиции городе, воровать больше нечего, но в этом унылом списке выделяется один пункт, из квартиры Байкалова неизвестные похитили 35 кирпичей плиточного чая. По местному обменному курсу это равнялось более чем полторы килограмму золота. Информация просочилась на газетную полосу по чьему-то недосмотру или скорее по злому умыслу. Из нее можно сделать разные выводы, в том числе Байкалов допускал, что город будет сдан, придется уходить в тайгу и оставаться там до прибытия помощи из Иркутска. На этот случай он и запасался таежной валютой. 15 февраля, в 14 часов командующий дружиной послал Строду и Дмитриеву парламентеров с требованием сдачи гарнизона с гарантией жизни всему гарнизону, но Строт просил на ответ от срочки до 16 часов, после этого срока прислал ответ, что гарнизон не сдается. В период с 15 по 19 февраля генерал Пепеляев принимал все меры не желая излишней потери в людях, не атаковать укрепившихся в сосыл сысы красных. Из захваченного донесения Строда в штаб красных, в котором он сообщает о больших потерях, о своем ранении, об упадке духа среди красноармейцев и просит штаб срочно отправить к нему отряд на выручку. У генерала Пепеляева было убеждение, что Строт вынужден будет сдаться без боя из-за голода, а потому до 18-го включительно он вел переговоры о сдаче. Лишив, что переговоры бесполезны, отдал приказ об атаке. Несмотря, что Строт потерял убитыми и ранеными 56 человек, он сумел хорошо укрепиться с тремя сотнями красноармейцев в сосыл сысы. Пепеляев не хотел снимать осады, чтобы не оставить такой крупный отряд красных у себя в тылу, и поэтому в ОМГе было всего 120 бойцов. Атаки дружины на сосыл сысы сразу же подвергались ураганному пулеметному огню. По приказу Пепеляева из всех соседних селениях, были собраны зеркала и на вазах доставлены в сосыл сысы. Он задумал при ночной атаке ослепить противника отраженными лучами из осветительных ракет для броска, но ясные лунные ночи сорвали его оригинальный план. Ночью красные постоянно использовали осветительные ракеты, остерегаясь ночной атаки дружины. Также использовались гранатометы из Берданок с использованием шомполов. В конце концов, было решено вывести осадные траншеи как можно ближе к домам, заготовить большое число гранат с шомполами от Берданок и 26 февраля начать еще один гранатный штурм. Этому времени потери красных составили уже 63 человека убитыми, 96 ранеными, продуктов не было, воды тоже не было, и все-таки отряд выдержал 18-дневную осаду до 3 марта и оттянул на себя основные силы дружины, не дав развернуть наступление на Якутск. К тому времени Байкалов уже собрал большую группировку для контрнаступления. В середине февраля генерал Ракетин прибыл в Уолгу. Начались бои около Чурапчи. И сразу же, 21 февраля начинается штурм селения Мигинская управа, и тем самым прервать связь красных отрядов находящихся в Чурапче, с Якутском. Мигинская управа, старое название поселка Тюнгюлю, там находился 226-й Петроградский полк и телеграфная рота. В поселке гарнизон красных втрое превосходил по численности отряд Ракетина, и были хорошо вооружены, но генерал решил атаковать. Незаметно подобравшись к самой околице селения, отряд бросился в атаку, и гарнизон встретил атакующих убийственным пулеметным огнем. Под ураганным огнем, якуты стали нести большие потери, потеряв до 40 человек убитыми и ранеными, они вынуждены были отступить. После этой неудачи, среди якутов стало наблюдаться недоверчивое отношение к русским офицерам. Они считали мягинскую атаку бессмысленной атакой на пулеметы красных, они предлагали тактику лобовых атак не применять, но генерал не прислушался. На обратном пути, 27 февраля, генерал решил напасть на Чурапчу, но и этот налет оказался неудачным. Здесь отряд потерял около 30 человек убитыми и ранеными. А вскоре Чурапчинский отряд, которым командовал опытный боевой красный командир Ефим Курашов получил приказ от Байкалова, выступить на выручку окруженным в Сосыл-Сысы, отряду Строда. Одновременно туда же должен выступить из Якутска и сам Байкалов. Чтобы ввести Ракитина в заблуждение, Курашов сделал хитрый ход, он подготовил приказ по гарнизону отойти на Якутск. Он сделал так, чтобы о приказе стало известно противнику. Генерал, долго не думая, в ту же ночь обошел Чурапчу с запада, вышел на Якутский тракт и в верстах 35-ти сделал засаду. Таким образом Курашов избавился от Ракитина и оставив в хорошо укрепленной Чурапче гарнизон, выступил на Амгу. А генерал Ракитин, прождав более суток в засаде, понял, что красные его надули. Сгоряча он хотел броситься в догонку за Курашовым, но после нескольких неудачных операций, и из-за больших потерь, Якуты уже потеряли доверие к офицерам и решили воевать без них, ввиду этого генерал с 26 офицерами, спешно направился в Охотск. 25 февраля, по сведениям разведки дружины, сообщается о движении в сторону Амги красного отряда из Чурапчи, в количестве 200 человек пеших и 60 конных, с двумя артиллерийскими орудиями. 1-й и 2-й батальоны дружины и 4-й кавалерийский дивизион, в 2 часа утра выступили в направлении на Орылах навстречу отряду из Чурапчи. А на следующий день, 26 февраля, дружиной получены сведения о движении еще одного отряда красных из Бетидяха, до 200 штыков. Город Якутск был разбит на оборонительные секторы. Все граждане были привлечены к укреплению города. Утром уже были вывешены объявления о мобилизации населения. В Якутске, началась подготовка к наступлению на Амгу. В городе должны будут оставлены части 9-го отдельного батальона Чон, остатки сута ричинского отряда с артиллерийской батареей, всего 650-700 бойцов. А остальные подразделения должны были выступить на Амгу. Из бойцов Якутского гарнизона была сформирована вторая маневренная группа Мизина, численностью в 500 человек. Экспедиционный отряд Чон, в 200 человек под командованием Карпеля, 80-й дивизион АГПУ в 120 человек, артиллерийская батарея из двух орудий при 40 бойцов под командой Марушева, и конный отряд Якнар Рев Дота в 140 сабель под командой Сивцева. А отряд Як Рев Дота Михайлова, находился в тех же местах, возле Амги. Всеми подразделениями и операцией командовал Байкалов. Ближайшей задачей ставилось захватить Амгу. Отряд Курашова, выступил из Чурапчи на выручку осажденного отряда Строда. Он должен был соединиться, с основным отрядом Байкалова, выдвигающегося из Якутска в районе Бетейдяха. Первым за полчаса до рассвета, из города выдвинулась вперед группа, в 30 всадников для разведки. Как только рассвело, следом за разведкой выступил авангард группы, экспедиционный отряд Чон, выделив от себя походную заставу. Наконец тронулись и главные силы отряда. Забитые подводами и людьми улицы, стали быстро разгружаться. Огромная длинная колонна из людей, подвод пулеметов, патронов, орудий, снарядов и туго набитых мешков с хлебом, крупой, овсом и другим необходимым походе провиантом и снаряжением, двинулась в сторону ОМГИ. Движение на ОМГУ крупного экспедиционного отряда, красными населению было преподнесено, как движение войск Якрёв Дота. Пепеляев направил разведку, отряд полковника Худоярова, чтобы узнать, какие отряды и в каком количестве движутся. Когда генерал Рокетин, отбыл в Охотск, полковник Худояров, со своими якутами прибыл в ОМГУ. В ста верстах от Якутска отряд полковника Худоярова преградил путь разведки красных. Пытаясь разобраться, что за красные отряды появились здесь. Вступить в бой полковник не рисковал, население говорит, что это точно отряды Якрёв Дота. Так как впереди шли именно Якрёв Дотовцы Сивцева. И красные, в свою очередь, распускают слухи, что это движется отряд Якрёв Дота. Полковник Худояров еще больше убедился в своем предположении, что перед ним сильный разведывательный отряд Якрёв Дота, он очистил путь красным и больше не появлялся, донеся Пепеляеву, что в якутском направлении маячит по-прежнему отряд Якрёв Дота. Так красные и продолжали свой марш под флагом Якрёв Дота, по мнению Пепеляева, не опасного для АМГИ. Отряд подошел к АМГЕ. Лишь первые орудийные выстрелы дали знать противнику, что они имеют дело с крупным отрядом из Якутска. Рано утром, 2 марта, под прикрытием густого тумана, красные отряды, более тысячи красноармейцев пошли на штурм АМГИ, гарнизон из 150 добровольцев отчаянно сопротивлялся, но к полудню все было кончено. Трофеями большевиков стали, вся оперативная переписка штаба дружины, главный провианский, интендантский склад, госпиталь с семью-десятью ранеными, были освобождены пленные красноармейцы, была захвачена вся верхушка гражданского управления, во главе с Куликовским, который покончил жизнь самоубийством. Недалеко от села Мындиги, была устроена засада на Чурабчинскую группу, в которой, красные потеряли половину состава. Вот, что пишет об этом генерал Вишневский, ликвидировать Чурабчинскую группу не удалось за отсутствием патронов. Потери с обоих сторон огромны. Видимо, из-за отсутствия патронов, дружинники вышли из укрытия, и пошли на штыковую на пулеметы красных. 3 марта, дружина отозвала группу отправленную, чтобы остановить Чурабчинскую группу красных. По их прибытию, они сняли осаду Сосыл-Сысы и отступили в сторону Нилькана. К 8 апреля дружина уже отступала с Нилькана. Этому времени, отряд Ракитина был уже в Охотске. Когда дружина воевала возле Якутска, Охотск был занят белогвардейским отрядом капитана Яныгина. Небольшой отряд капитана Михайловского, оставленный дружиной в Охотске, был разоружен белогвардейцами, были ограблены якутские купцы, склады торговых компаний, а также местное население. Вскоре в Охотске стало известно, что генерал Ракитин возвращается из-под Якутска обратно, распространялись слухи, что и сам Пепеляев с дружиной идет на Охотск. Узнав о возвращении Ракитина, Яныгин возвращает все награбленное населению, сам поспешил убраться от Охотска. Все, что было награблено у якутских купцов, полностью было возвращено. В начале апреля Ракитин, с остатками отряда прибыл в Охотск. Для эвакуации дружины за границу, нужно было фрахтовать судно, для этого генерал-майор Вишневский поехал в Охотск, для сбора у якутских купцов пушнины и золота на сумму 250 тысяч рублей, необходимых для фрахта судна. Командующему сибирской флотилии контр-адмиралу Георгу Старку, в Шанхай был послан курьер, с просьбой отправить корабль для эвакуации дружины, но курьер был перехвачен отрядом АГПУ на российско-китайской границе, и командующему 5-й армии и Арониму Убаревичу стало известно о планируемой эвакуации. Была организована Охотско-Аянская экспедиция Красной армии для раздрома остатков войск генерала Пепеляева. Возглавил экспедицию заместителю Боревича по особым поручениям, мастер внезапных ударов краском Степан Вострецов. Причем особо оговаривалась необходимость захвата пушнины собранной для фрахта судна. В апреле, 26 числа, экспедиционный отряд 5-й армии, состоящий из 800 красноармейцев, из состава 2-го Нерчинского полка, отплыл из Владивостока на двух вооруженных судах Ставрополя и Индигирка. Весь май корабли, преодолевая сложную ледовую обстановку Охотского моря, практически простояли затертые льдами и лишь в конце мая двинулись на север. Как только море очистилось от льда, в 3-х километрах от Охотска с кораблей высадился десант и внезапным ударом утром 5 июня захватил город. 78 добровольцев попали в плен, а генерал Ракетин застрелился. И хотя дружина знала из захваченных радиопереговоров о приближении кораблей, удар застал их врасплох. Они готовились отражать нападение прямо в портах, и не ожидали нападения с суши, и тем более такого раннего прихода судов. Их подход ожидался только к 1 июлю. Отправить пленных на Ставрополь и во Владивосток, в Острецов 14 июня высадил десант в устье реки Алдома в 80 километрах от Аяны. Проходя по 20 километров в день по бездорожью, отряд незаметно подошел к городу, и рано утром 17 июня, воспользовавшись утренним туманом, красноармейцы просочились в спящий город, окружили дома и землянки, и палатки, и без единого выстрела захватили в плен 356 человек. Экспедиционный отряд, и пленные отплыли 24 июня, на Индигирке в Владивосток. Несколько десятков добровольцев, во главе с генерал-майором Вишневским, были спасены японскими рыбаками. Впоследствии об этом походе дружины он написал книгу «Аргонавты белой мечты». Некоторые группы дружины, рассеялись по якутской тайге, и примкнули к якутским повстанцам, и участвовали в боях с советской властью. Полковник Степанов, находившийся в соседней деревне с сотней бойцов избежал плена. Судьба этого отряда неизвестна. Полковник Леонов, во главе группы 12 человек ушел по берегу на север, сумел связаться с японскими рыбаками и спастись. Полковник Андерс, защищавший раньше Амгу, и прорвавшийся из окружения, в Охотске тоже со своей группой сумел прорваться, но вместе со своими людьми оголодал, и отряд решил сдаться. Краском, вострецов во время долгого плавания из Аяна во Владивосток, хорошо узнал Пепеляева. По пути они беседовали днями и ночами. О гражданской войне, мировой войне, в котором они участвовали, о политике, он проникся большим уважением к Пепеляеву. Впоследствии он ходатайствовал о досрочном освобождении генерала и направлении его на командирские курсы преподавателям по тактике. Но его рекомендациям власти не прислушались. Степан Сергеевич Вострецов, гениальный тактик спецопераций, уроженец села Казанцево, сейчас Вострецово, Бирский уезд, Уфимская губерния. Участвовал в Первой мировой войне, за храбрость был награжден тремя георгиевскими крестами, в гражданской войне дважды ранен, являлся одним из четырех кавалеров, четырех орденов Красного Знамени. Сибирской дружиной, за время боевых действий, ни один гражданский, ни один пленный, и даже ни один захваченный агент ОГПУ, не был расстрелян. Всем якутским повстанцам Пепеляевым, было приказано не расстреливать никого. Пепеляев надеялся, что с появлением его дружины, весь народ поднимется на борьбу с большевиками. Но власти, временно приостановили репрессии, и это подействовало на народ. Ослабли антисоветские настроения. Обращение Якутского Центрального Исполнительного Комитета повстанцам, от 18 августа 1923 года. Обращаемся к вам граждане повстанцы, якуты и русские офицеры, полномочная комиссия Центрального Исполнительного Комитета обращается к вам с дружеским призывом сложить оружие и перейти на мирное положение и отдаться мирному труду. Три уезда Якутский, Билюйский и Олегминский после тяжелых испытаний, лишений в кровопролитной, братоубийственной войне, перешли на мирное положение, на мирный труд, и на мирное строительство, и строят свою новую жизнь. Все народы страны, сплотившись, строят свою новую жизнь. Повсюду в стране мирная жизнь, много нового, жизнь по всей стране кипит, в сторону улучшения своей жизни, жизнь налаживается широко и свободно. Не то мы видим граждане повстанцы, якуты и русские офицеры в нашей Якутии, здесь она разрушается, здесь мы грыземся между собой совершая страшные преступления, убиваем друг друга, как изжить нам это, как спастись нам от этого, вот животрепещущие вопросы нашего спасения от разорения, и перехода к мирному труду. Мы присланные на север для строительства мирной жизни ответственные работники центра обращаемся к вам с просьбой одуматься, сложить оружие и перейти на положение мирного трудового народа. Советские власти начали разрушать Охотский и Айянский тракты, и передали этот район, и все восточные районы Якутии, Приморье и Камчатке. Это привело к прекращению поставок продуктов и разных товаров в Якутию. Снабжение Якутии продуктами и разными товарами шло через эти порты. По железной дороге до Владивостока, затем морским путем с Владивостока на Айян и Охотск. Это привело к нехватке продуктов и недовольству населения, и началось вооруженное выступление, под руководством Якута Михаила Артеньева и Эвенка Павла Карамдина. Это выступление было вызвано отделением от Якутии и ее восточных территорий, в том числе Порта Айян и Охотск. В мае 1924 года, повстанческий отряд Михаила Артеньева, занял населенный пункт Нелькан. 6 июня повстанцы после 18-часового боя захватили Порт Айян. Во время боя были убиты начальник АГП у Суворов и 3 красноармейца, а сдавшийся гарнизон был освобожден и отправлен в Якутск. В Нелькане состоялся съезд и было избрано Центральное временное управление, составили требования открытия трактов Якутск-Охотск и Якутск-Айян, которые до этого времени были закрыты большевиками, а дороги разрушены. Начали организовываться вооруженные отряды самообороны. Численность повстанцев в Аэномайском районе составила 600 бойцов. Отряд Артемьева начал двигаться в сторону Якутска и овладел поселком Петропавловск, а сдавшийся гарнизон был освобожден и отправлен в Якутск. Активизировались повстанческие отряды на севере в Верхоянском, Аймеконском, Абыском и других улусах. 31 декабря 1924 года, повстанческие отряды захватили поселок Арка, и затем Новое Устье, находящиеся в 7 километрах от Охотска. К Нилькану из восточно-конголазского улуса, на помощь устремился отряд знаменитого полевого командира Босс Сойко. По Якутии активизировались повстанческие отряды. Повстанцами, от имени народов севера было отправлено требование, первое отделение Аэномайского района от Приморского края, и включение в состав Якутии, второе, предоставить право малым народам самим решать свои экономические, культурные вопросы. В-третьих, устранить от власти коммунистов, устроивших политику террора. Советские власти были сильно обеспокоены разрастанием повстанческого движения. В Якутске, повстанческое движение было охарактеризовано как проявление бандитизма, и уголовщины обвинили их в сотрудничестве с японскими спецслужбами. В начале 1925 года, в первых числах февраля против повстанцев, был направлен кавалерийский отряд под командованием знаменитого Строда. 30-летний Иван Яковлевич, он считался одним из опытнейших на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири красноармейских командиров. 7 февраля 1925 года, отряд Строда занял Петропавловск. На берегу Алдана произошло столкновение отряда Ильи Канина с кавалеристами Строда, повстанцы отступили в Нелькан. В ночь с 21 по 22 февраля, отряд Ивенков, под командованием Павла Карамдина захватили поселок Новое Устье, хотя Ивенком противостоял красноармейский гарнизон из 317 красноармейцев и командиров, вооруженных семью пулеметами. Отряд повстанцев вторгся в поселок Усть-Майское. Начались уличные бои. Но красноармейцам не удалось выбить повстанцев, и они были вынуждены отойти от поселка, но соединившись с прибывшим на помощь отрядом выбили повстанцев из Усть-Майского. В начале апреля, отряду Строда удалось окружить отряд повстанцев, под командованием Ильи Канина. Оставшиеся повстанцы после продолжительного боя сдались вместе со своим командиром. Тем временем, увидев, что силовые методы подавления повстанческого движения в Охотском крае влекут за собой лишь дальнейшее озлобление коренного населения и не способствуют кардинальному решению проблемы, руководящие органы советской власти решили искать другие способы подавления восстания. По поводу разработки плана борьбы с повстанцами состоялась третья чрезвычайная сессия Якутской ЦИК, в котором было принято решение согласиться на требования повстанцев. 30 апреля, после предварительных переговоров, к Артеньеву прибыла делегация Якутского ЦИК, для ведения переговоров. В мае 1925 года, в ходе переговоров с повстанцами, стороны сумели договориться. Стороны пошли на обоюдные уступки. По договору большевики возвращают восточные районы, включая Аэномайский район в состав Якутии, а повстанцы должны сложить оружие. В результате успешных переговоров 9 мая 1925 года, было подписано мирное соглашение, и отряд Михаила Артеньева единогласно решил сложить оружие. 18 июля, отряд Павла Карамдина в местности Медвежья голова, находящемся в 50 километрах от Охотска, присоединился к мирной сдаче. Все повстанцы Михаила Артеньева и Павла Карамдина сдались властям. Но большевики нарушили договор, не возвратив восточные территории. Судьба участников Тунгусского восстания трагична. Спустя некоторое время, начиная с 1927 года, они подверглись репрессиям, были расстреляны 128 человек, 130 человек были отправлены в лагеря. По приказу из Москвы, якутские власти в 1927 году, начали массовые аресты неблагонадежных, началась слежка за якутской интеллигенцией в ресторанах, театрах и в других общественных местах. Как только начались аресты, амнистированные повстанцы и интеллигенты начинают уходить в леса. 16 сентября 1927 года, к Сенофонкову Павлу Васильевичу, приехали Семен Михайлович Михайлов, бывший начальник штаба Якутской народной армии, и Петр Гаврильевич Омурусов, бывший полевой командир. Они вместе поехали в местность Кудома, Жамконского наследа, Восточно-Кангаласского улуса, к ним начали присоединяться единомышленники. В сентябре, 28 числа, состоялось первое учредительное собрание, на котором объявили о создании младой якутской национальной советской социалистической партии конфедералистов, и было решено произвести вооруженную демонстрацию с требованием к властям федерального статуса для Якутии, то есть Союзной Республики. Началась вербовка добровольцев в улусах. К тому времени, многие идейные единомышленники Павла Васильевича Ксенофонтова были арестованы. После собрания, Михайлова и Омурусов выехали к Михаилу Артемьеву, в Усть-Майский улус, где он скрывался от властей, а остальные, вместе с Ксенофонтовым выехали в Западно-Кангаласский улус. Артемьева уговорили присоединиться. Артемьев со своим отрядом занял Петропавловск. Скоро прибыла группа Семена Михайлова. В Якутский ЦИК, было отправлено, сообщение, в котором было требование отпустить из тюрем своих единомышленников и бывших повстанцев и прекратить репрессии. На третьей чрезвычайной сессии ЯЦИК, 6 октября 1927 года, Карл Байкалов заявил, что отряды Ксенофонтова являются бандитскими, а руководители движения, это не нашедшие в мирном строительстве своего применения спившиеся одурманенные элементы, которые руководить массами не способны. Якутский обком назвал требования конфедералистов группами, а самих конфедералистов контрами и бандитами. Первый секретарь Якутского обкома Исидор Барахов заявил, они требуют статуса Союзной Республики, такое требование это просто чушь и регачество. 7 октября 1927 года, на совещании представителей Якутской интеллигенции, Барахов обвинил конфедералистов в попытке вооруженного отделения ЯССР от РСФСР. Начались боевые действия. При подходе, к населенному пункту Абага, отряд Артемьева был обстрелян сельскими пионерами. Артемьев приказал не отвечать на обстрелы в деревню и не заходить в селение. По словам Артемьева, причиной отхода от селения является могущий быть урон и жертвой мирного населения. После Абаги отряд направился в село Табалаах, в трех-четырех верстах южнее Абаги. Там они отпустили ранее задержанных агентов АГПУ и красноармейцев. В дальнейшем конфедералисты также освобождали всех захваченных партийцев, разведчиков и красноармейцев. Затем, конфедералисты обошли Амгу и через наслед Чакыр добрались до селения Чимайки. В каждой деревне конфедералисты собирали на собрания людей, разъясняли свои требования властям и необходимости получения для Якутии союзного статуса. В Чимайке они пробыли 5-6 дней. Из Чимайки отряд Семена Михайлова двинулся в Качикации, для соединения с западной группировкой. В местности Джарала, западно-конголазского улуса, 18 ноября, произошла небольшая перестрелка между красным отрядом и повстанцами. В ноябре 22 числа, группа Петра О Морусова и Ивана Кириллова объединились в один отряд и вошли в мытопцы. Скоро туда стянулись основные силы повстанцев, там был образован объединенный штаб вооруженных сил конфедералистов. Между отрядами, больших боевых столкновений не происходило, гарнизоны красных сдавались без боя, а повстанцы всех пленных отпускали. Отряды красных и повстанцев маневрировали, чтобы не спровоцировать друг друга на ожесточенные бои. Все устали от войны, с обеих сторон, у красных и повстанцев воевали те же отряды, которые воевали еще в начале 20-х годов. К тому же весь командный состав, красных и повстанцев знали друг друга хорошо. 4 декабря 1927 года, в Мытоцах состоялся объединенный пленум командного состава повстанцев. После пленума отряды повстанцев маневрировали возле Мытоцов до 16 декабря, уклоняясь от боя с красноармейскими отрядами. Затем основная группа повстанцев разделилась на две части, первая во главе с Иваном Кирилловым и Михаилом Артемьевым двинулась через Намцев-Гюбсенский Улус, а вторая группа под командованием Семена Михайлова отправилась в восточно-Кангаласский Улус. Третья перестрелка случилась в местности Юскеол, в ходе которого погиб один красноармеец. В местечке Хары-Ялах, того же Улуса случилась еще одна перестрелка, после которой конфедералисты отошли в маю, потеряв семь человек убитыми, двоих ранеными и пятерых пропавшими. Из мая Михайловцы прошли еще по территории пяти Улусов, где на сельских сходах оглашали свои воззвания к народу, в которой говорилось о необходимости получения статуса Союзной Республики, для этого всем народам надо довести это требование до властей, и тогда власти прислушаются к нашим требованиям. Такие воззвания они оглашали во всех селениях. Отряд Ивана Кириллова был обстрелен в Намцах красноармейцами. И еще одна перестрелка произошла в селении Хатырык. Повстанцы, перейдя реку Лена, узнали о ожесточенном бои, между двумя отрядами преследовавших их красноармейцев, принявших друг друга за повстанческий отряд. В преследовании отряда Кириллова участвовали красноармейские сводные отряды Ивана Строда, Николая Дмитриевича Субурского и Катруса Карла Мартоновича. Отряды Ивана Кириллова и Семена Михайлова соединились в Баяган тайском наследии, Дюбсинского Улуса, ныне Усть-Алданский Улус, и дошли до местечки Хара, ныне Татинский Улус, а оттуда Кусть-Юамга. Там они вновь разделились на две части, и отряд Семена Михайлова отправился через село Чемайки, через Усть-Миль, в Усть-Аим, в надежде связаться с Павлом Ксенофонтовым, который находился в Горном Улусе. Отряд Ивана Кириллова и Михаила Артемьева пошел через Петропавловск в Усть-Аим. Они хотели добраться до безопасного места и начать переговоры по существу своих требований. Советские власти объявили всем участникам движения конфедералистов амнистию в обмен на сложение оружия. Начались переговоры конфедералистов с представителями советской власти. В переговорах со стороны советской власти участвовали известные якутские интеллигенты, которые уверяли конфедералистов, что преследований сдавшихся со стороны властей не будет. В феврале 1928 года, поверив представителям советской власти, конфедералисты добровольно сложили оружие. Хотя восстание не отличалось серьезным размахом, а его лидеры пошли на добровольную сдачу, советское правительство нарушило данное обещание об амнистии. Общее число арестованных конфедералистов составило 272 человека, из них 128 человек расстреляли, 130 человек были отправлены в лагеря. Некоторые повстанцы не поверили обещаниям советской власти, и скитались по тайге, и в 1929 году подняли еще одно восстание. Якутские повстанцы были выбиты из центральных улусов, и мелкими отрядами отходили на север в сторону Булунского округа. Но в центральных улусах оставались еще некоторые группы повстанцев. В ходе январских боев хорошо укомплектованный отряд АГПУ с десятками пулеметами выбили якутских повстанцев, сначала с поселка Кюсюр, потом с поселка Булун. Остатки боеспособных отрядов повстанцев решили уйти к западным территориям Булунского округа. В 1929 году начинается восстание в Булунском округе. Восстание возглавил Игнатий Сивцев, по национальности якут, уроженец намского улуса. Повстанцы, без единого выстрела захватили 12 человек, сотрудников ОГПУ и партийное руководство округа. Сразу же после переворота, в округе образуется военный партизанский штаб Булунского округа, в него входят несколько бывших полевых командиров повстанческой армии Ксенофонтова, и местные видные члены комитета, поддержавших Сивцева. Отряд из 100 бойцов, 22 декабря, во главе с Барашковым и Васильевым, занял центр Устьянского улуса, село Казачи. Мелкие отряды мятежников доходили до Оленека, Аннабара и Жиганска. С небольшими перестрелками с красными, они взяли эти населенные пункты. Весь север Якутии, оказался под их контролем. Для ликвидации повстанцев на севере Якутии, АГПУ направляет сводный отряд. С тяжелыми боями, 21 января 1930 года, красные выбили с Ксюра партизанский отряд, потеряв при этом 23 человека. Отдельные бои велись по всему северу целый месяц. Лишь в конце февраля, по прибытию подкрепления, собрав основные силы, красные продвинулись вперед. В Оленекском улусе, в местечке Сиик и Талах, произошло решающее сражение между красными и основными силами повстанцев, в ходе ожесточенного боя, фактически все лидеры мятежа были убиты, в том числе и севцев. Потеряв примерно 70-80 человек, повстанцы, потерпели сокрушительное поражение и рассыпались по всему Булунскому округу. По данным красных, красные потеряли убитыми в этом бою 55 красноармейцев и ранеными от 60 до 70 красноармейцев. Всего было арестовано по делу Булунского мятежа 208 человек, может быть арестовали случайных людей, чтобы отчитаться перед начальством и побыстрее вернуться домой, так как в бескрайних просторах тундры гоняться за повстанцами, практически невозможно. Судьба арестованных до сих пор неизвестна, но есть догадка в том, что все они были сразу расстреляны военно-полевым судом. В 1930 году, погибли в боях с чекистами последние повстанцы. В Восточно-Кангаласском Улусе, чекисты, и отряд Субурского выслеживали остатки группы под командованием Босс Сойко. Босс Сойко, вместе, с четырьмя оставшимися с ним повстанцами погиб в бою. После чекисты расстреляли его семью, близких друзей и несколько мирных жителей. В этом же году, в Сунтарском Улусе, чекисты выследили остатки отряда Петра Павлова. Он, также погиб в бою. На севере, штаб-срод мистер Семен Канин, который со своим отрядом отступил на север в сторону Абыйского Улуса, узнав о расстреле его брата Ильи Канина, со своим отрядом через Колыму эмигрировал в Америку. Так закончилась 12-летняя война в Якутии. После войны около 300 якутских семей, были выселены с районов Охотска и Аяна. В этой войне потери с обеих сторон, остаются неизвестными, также неизвестно где они похоронены. Хотя потери были большими с обеих сторон, демографическая катастрофа населения Якутии, началась после войны. Начинался голод, в котором погибли около 27 500 человек.